Часть вторая. Книга седьмая. 1742-1748 годы. После двух лет терпеливого молчания я, несмотря на свое решение, снова берусь за перо. — Читатель, отложите свое суждение о причинах, вынуждающих меня к этому. Вы сможете судить о них, только прочитав то, что я напишу. 1842-1748 годы. 1842-1748 годы. 1842-1748 годы. 1842-1748. 1842-1748. 1842-1748. 1842-1748. 1842-1748. 1842-1748. 1842-1748. Вся первая часть была написана по памяти. Я, возможно, сделал там много ошибок. Вынужденный писать по памяти и вторую часть, я, вероятно, сделаю их гораздо больше. 1842-1748. 1942-1748. 1942-1748. 2042-1748. впечатления, связанные с остальной моей жизнью. Вызывать их — значит возобновлять их горечь. Далекий от желания усилить этими печальными воспоминаниями горечь настоящего, я отстраняю их от себя, насколько могу. И часто мне удается это до такой степени, что я уже не в силах вызвать их в случае нужды. Способность забывать прошлые несчастья есть посланное мне небом утешение в тех несчастьях, которые судьба готовила мне впереди. Моя память, воскрешающая передо мной одни только приятные предметы, счастливый контраст моему пугливому воображению, заставляющему меня предвидеть в будущем одно только горе. Все бумаги, которые я собрал, чтобы пополнить пробелы памяти и руководствоваться ими в этом начинании, перешли в другие руки и уже не вернутся ко мне. У меня есть один только верный проводник, и я могу на него рассчитывать. Это цепь переживаний, которыми отмечено развитие моего существа, а через них последовательность событий, являвшихся их причиной или следствием. Я легко забываю свои несчастья, но не могу забыть свои ошибки и еще меньше свои добрые чувства. Память о них слишком мне дорога, и никогда не исчезнет из моего сердца. Я могу пропустить факты, изменить их последовательность, перепутать числа, но не могу ошибиться ни в том, что я чувствовал, ни в том, как мое чувство заставило меня поступить. А в этом-то главным образом все дело. Непосредственная задача моей исповеди — дать точное представление о моем внутреннем мире во всех обстоятельствах моей жизни. Дать историю своей души, — обещал я. И чтобы верно написать ее, мне не нужно документов. Мне достаточно, как я делал это до сих пор, заглянуть поглубже в самого себя. Дать историю своей души, — обещал я. В парижской рукписи за этим следует. И эта история впоследствии станет еще более интересной, поскольку она является ключом к сплетению событий, хорошо известных всему миру, но которые никогда нельзя будет без этого как следует объяснить. Однако есть, к счастью, период в шесть или семь лет, для которого я располагаю надежным справочником в виде собрания копий с писем, подлинники которых находятся у Дю-Пейру. Это собрание, кончающееся 1760 годом, охватывает все время моего пребывания в Эрмитаже и решительной ссоры с моими так называемыми друзьями, памятную эпоху в моей жизни, ставшую источником всех других моих несчастий. Что касается подлинных писем более позднего времени, очень немногочисленных, которые, может быть, найдутся у меня, то вместо того, чтобы переписывать их в виде продолжения собрания слишком объемистого, чтобы я мог надеяться утаить его от бдительности моих аргусов, я буду включать их прямо в эту работу всякий раз, как мне покажется, что они что-нибудь разъясняют, будь то в мою пользу или мне во вред. Ведь мне не приходится опасаться, что читатель как-нибудь забудет, что я пишу свою исповедь, а не апологию. Но он не должен также ожидать, что я стану замалчивать правду, если она говорит в мою пользу. Аргус, стоглазый великан, бдительный страж. Читатель как-нибудь забудет. Вместо зачеркнутых слов «как-нибудь» парижская рукопись имеет дописанные две строчки, но после ознакомления с моей идеей он не должен. Впрочем, у второй части, общая с первой, только эта правдивость, а преимущество перед ней только важность предмета. Во всех же остальных отношениях она может быть только ниже ее. Я описал первую часть с большим удовольствием, с благожелательством, в удобной обстановке, в Утоне или в замке Три. Утон, поместье в Англии, где Руссо жил в 1766-67 годах, скрываясь от преследований со стороны властей Франции и Швейцарии. Руссо начал писать исповедь в Утоне в 1766 году и продолжал ее у принца Конти в замке Три, близ Парижа, в 1767 году. Вторая часть была написана в 1769 и 1770 годах, в Бургуэне и Монконе, в Дофине. Каждое воспоминание, которое мне приходилось воскрешать, было новой радостью. Я беспрестанно возвращался к нему с новым удовольствием и спокойно мог совершенствовать свои описания до тех пор, пока не оставался доволен ими. Теперь моя память и мой ум ослабели, я не способен почти ни к какой работе, этой я занимаюсь только через силу, и сердце мое сжимается от тоски. На память приходят мне теперь одни лишь несчастья, предательства, вероломства, одни лишь горькие и терзающие воспоминания. Я отдал бы все на свете, если б можно было похоронить в ночи, времен, то, о чем мне придется говорить. И вынужденный говорить против воли, я должен еще скрываться, хитрить, стараться притворствовать, унижаться до поступков, которым менее всего пригоден с самого рождения. Потолки надо мной имеют глаза, стены вокруг меня имеют уши. Окруженный шпионами и соглядатаями, враждебными и бдительными, в тревоге и беспокойстве бросаю я поспешно на бумагу несколько отрывочных слов, которые едва имею время прочесть, не то что исправить. Я знаю, что вокруг меня непрерывно возводят огромные препятствия, и, невзирая на то, всегда боятся, что правда пробьется в какую-нибудь щель. Что мне сделать, чтобы помочь ей пробиться? Я делаю попытку без особой надежды на успех. Пусть представит себе, можно ли из всего этого составить приятные картины и придать им привлекательный колорит. Поэтому я предупреждаю тех, кто пожелает прочесть мою исповедь, что избавить их от скуки сможет только желание до конца познать человека, да искренняя любовь к справедливости и истине. В первой части я остановился на том, как, охваченный сожалением, собирался в Париж, оставляя свое сердце в шарметтах и воздвигая там свой последний воздушный замок. Я замышлял когда-нибудь принести туда и сложить к ногам маменьки, вновь ставшей той, что была, сокровища, которые я добуду. Ведь я рассчитывал на свою музыкальную систему как на верное богатство. Я остановился на некоторое время в Лионе, чтобы повидать своих знакомых, заручиться кое-какими рекомендательными письмами в Париж и продать свои книги по геометрии, которые захватил с собой. Всюду мне был оказан хороший прием. Господин и госпожа де Мабли выразили удовольствие по поводу моего приезда и несколько раз звали меня к обеду. Я познакомился у них с аббатом де Мабли, как ранее с аббатом де Кандильяком, тоже приехавшим навестить своего брата. Мабли Габриэль Бонно де Аббат, 1709-1785, один из левых энциклопедистов, последователь Руссо в его учении о преимуществах первобытного состояния. Энгельс в антидюринге указывает, что в XVIII столетии появляются уже прямо коммунистические теории Морелли и Мабли. В черновом наброске введения к антидюрингу он писал, ведь первые представители социализма Морелли и Мабли также принадлежали к числу просветителей. Кандильяк Этьен Бонно де, 1715-1780, один из крупных философов-энциклопедистов, автор трактата об ощущениях и логике. Приехавших навестить своего брата, Мабли и Кандильяк были родными братьями, и их старший брат, у которого они собирались, занимал судейскую должность. Аббат де Мабли дал мне письма в Париж, между прочим, письмо к де Фонтенелю и другое к графу де Кейлюсу. Граф де Кейлюс — археолог, член Академии надписей. Знакомство с тем и другим было мне очень приятно, особенно с первым. До самой своей смерти он не переставал проявлять ко мне приязнь и в разговорах наедине давал мне советы, которыми мне следовало бы воспользоваться лучше. Я опять встретился с господином Бордом. Борд Шарль, член Лионской Академии, второстепенный поэт. Я уже давно был знаком с ним, и он с великодушной, самой искренней готовностью зачастую оказывал мне поддержку. На этот раз я встретил с его стороны такое же отношение. Он помог мне продать книги, и он ждал мне от себя и достал от других хорошие рекомендации в Париж. Я опять встретил господина-интенданта, знакомством с которым был обязан Борду, и которому я, в свою очередь, обязан знакомством с герцогом де Ришелье, в то время находившимся в Лионе проездом. Господин Паллю представил меня ему. Герцог ласково принял меня и велел прийти к нему в Париже, что я и делал много раз. Однако это высокое знакомство, о котором мне придется часто говорить впоследствии, не принесло мне никакой пользы. Я снова встретил музыканта Давида, выручившего меня из отчаянного положения во время одного из прежних моих путешествий. Он одолжил или подарил мне шапку и чулки. Я так и не отдал их ему, да он и не требовал этого, хотя мы потом часто встречались. Впрочем, я сделал ему впоследствии подарок приблизительно такой же ценности. Я обязан был бы сделать гораздо больше, но речь идет не о том, что мне следовало сделать, а о том, что я сделал, а это, к несчастью, не одно и то же. Я снова встретил благородного и щедрого Перешона и испытал на себе его обычное великодушие. Он сделал мне такой же подарок, как раньше милому Бернару, заплатив за мое место в дирижансе. Бернар Пьер Жозеф, современник Руссо, второстепенный поэт Я снова встретился с хирургом Паризо, лучшим и самым благодетельным из людей. Встретился и с его милой Готфруа, которую он содержал уже десять лет. Почти все ее достоинства заключались в мягком характере и сердечной доброте, но ее нельзя было не видеть без участия, не оставить без умиления. Дело в том, что она была в последней стадии чахотки и вскоре умерла. Ничто не показывает лучше подлинных склонностей человека, чем его привязанности. Если только он с самого начала не ошибся в выборе или характер той, которую он полюбил, не изменился впоследствии под влиянием особых причин, что само по себе вовсе не невозможно. Если бы это правило не допускало исключений, пришлось бы о Сократе судить по его жене Ксантиппе, а о Дионе по его другу Калиппу. Но это было бы самым несправедливым и ложным суждением из всех когда-либо произнесенных. Впрочем, пусть здесь будет устранена какая-либо оскорбительная мысль о моей жене. Правда, она более ограничена и легковерна, чем я думал, но ее характер прямой, превосходный, простодушный, достоин полного моего уважения, и она неизменно будет пользоваться им, покуда я жив. Примечание Руссо Ксантипа, жена древнегреческого философа Сократа, V век до н.э., отличалась сварливостью и полным непониманием умственных интересов мужа. Имя ее стало нарицательным. Дион Сиракузский, дядя тирана Сиракузского, Дионисия-младшего, IV век до н.э., восставший против племянника. Утвердиться у власти Диону не удалось, так как его аристократическая ориентация, вскоре обнаружившаяся, восстановила против него демократические слои населения. Он был свергнут афининином Калипом, которого считал своим другом. Достаточно было видеть кроткую Готфруа, чтобы узнать доброго Паризо. Я очень обязан всем этим благородным людям. Впоследствии я был невнимателен к ним всем. Не из неблагодарности, конечно, а из-за той непреодолимой лени, которая нередко давала повод обвинять меня в неблагодарности. Никогда память об их услугах не покидала моего сердца. Но мне легче было бы доказать им свою благодарность, чем выразить ее словами. Аккуратная переписка была мне всегда не по силам. Если я откладываю ответ, стыд и трудность исправить ошибку заставляют меня усугублять ее, и я совсем перестаю писать. Вот почему я хранил молчание, и получилось так, будто я их забыл. Паризо и Перрешон даже не обратили на это внимания, и их отношение ко мне осталось прежним. Но через двадцать лет на примере господина Борда будет видно, до какой мстительности может довести самолюбие умного человека, когда он считает себя задетым. Прежде чем покинуть Леон, я должен упомянуть еще об одной милой особе, которую опять увидел там с еще большим удовольствием, чем всегда, и которая оставила в моем сердце самые нежные воспоминания. Это мадемуазель Сэр, о которой я говорил уже в первой части. Знакомство с ней я возобновил у Дема Бри. Сюзанна Сэр вышла замуж за Женева в 1745 году и умерла 29 лет в 1755 году, а не через два-три года после свадьбы. Во время этого путешествия, имея больше досуга, я видел ее чаще. Сердце мое загорелось и очень жарко. У меня были известные основания думать, что и она не совсем равнодушна ко мне. Но она удостоила меня доверия, а это отняло у меня желание им злоупотребить. У нее не было ничего, у меня тоже. Наше положение было слишком сходно, чтобы мы могли соединиться. А ввиду занимавших меня помыслов, я был очень далек от мысли о женитьбе. Она сообщила мне, что молодой купец по фамилии Женеф как будто намеревается жениться на ней. Я видел его у нее раз или два. Он показался мне человеком порядочным. Его считали таким. Убежденный, что она будет с ним счастлива, я желал, чтобы он на ней женился, что он и сделал впоследствии. И чтобы не мешать их невинной любви, я поторопился уехать, пожелав этой очаровательной особе счастья, пожелание, осуществившееся на земле, увы, лишь на очень короткий срок, потому что, как я позже узнал, она умерла через два или три года после свадьбы. Поглощенный всю дорогу своей нежной печалью, я понял и часто понимал с тех пор, вспоминая об этом, что если жертвы, приносимые долгу и добродетели, обходятся недешево, они щедро вознаграждаются сладостными воспоминаниями, остающимися после них в глубине сердца. Насколько в предшествующий свой приезд я видел Париж с непривлекательной стороны, настолько на этот раз я увидел его с блестящей. Правда, не в отношении моего жилища, потому что по адресу, данному мне господином Бордом, я поселился в гостинице Сен-Кентен на улице Кордье возле Сорбонны, на скверной улице, в скверной комнате, в скверной гостинице, в которой, однако, живали достойные люди, как Грессе, Борт, Аббаты, Мабли и де Кандельяк, и некоторые другие. Грессе Луи, 1709-1777, французский писатель XVIII века, автор сатирической антирелигиозной поэмы «Вервер» комедии «Злой» и других. К сожалению, я не застал там ни одного из них. Но я познакомился там с неким господином де Бонфоном, хромым дворянчиком с утягой, корчившим из себя пуриста, и обязан ему знакомством с господином Рогеном, теперь старейшим среди моих друзей, а через него познакомился с философом Дидро, о котором мне придется много говорить впоследствии. Дидро де Ни, 1713-1784, один из крупнейших французских материалистов XVIII века, организатор и редактор, вместе с Даламбером, знаменитой энциклопедии. Его философские произведения, где он пропагандирует материалистическое понимание природы и познания, отличаются ярко выраженными элементами диалектики. Автор романов, пьес и многочисленных статей по искусству. Я приехал в Париж осенью 1741 года с пятнадцатью луидорами в кармане, комедией «Нарцисс» и музыкальным проектом в качестве средств к существованию, следовательно, не мог откладывать попытку пустить их в оборот. Я поспешил прибегнуть к помощи рекомендательных писем. Молодой человек, со сносной наружностью, являющийся в Париж и привлекающий к себе внимание талантами, может быть уверен в хорошем приеме. Такой прием был мне оказан. Это доставило мне много приятных минут, но не привело ни к чему серьезному. Из всех лиц, которым у меня были рекомендательные письма, только трое оказались мне полезны. Господин Дамзен, Савойский дворянин, тогда конюши принцессы Де Кореньян, и, кажется, человек близкий к ней, господин Де Босс, секретарь Академии надписей и хранитель королевской коллекции медалей, и отец Костель, иезуит, изобретатель цветного клавесина. Все эти рекомендации, кроме письма к Дамзену, я получил от аббата Де Мабли. Принцесса Де Кореньян, родственница герцога Савойского, Костель, Луи Бертран, 1688-1757, автор теории цветового клавесина, в котором семи цветам спектра соответствует семь ступеней диатонической гаммы. Господин Дамзен поспешил пойти мне навстречу, устроив мне два знакомства. Одно с Дегаском, председателем бордосского парламента, прекрасно игравшим на скрипке, другое с аббатом Де Леоном, жившим тогда в Сорбонне, молодым человеком из высшей знати, очень любезным. Он умер в цветущем возрасте, проблистав короткое время в свете под именем Шевалье Де Ругана. Тому и другому взбрело в голову учиться композиции. Несколько месяцев я давал им уроки, и это немного поддержало мой иссякавший кошелек. Бурдосский парламент В дореволюционной Франции парламентами назывались местные сословные учреждения, состоявшие из представителей дворянства, духовенства и третьего сословия, то есть буржуазии, обладавшие судебными и административными функциями. Имея право возражений на королевские указы, парламенты нередко были очагами оппозиции против злоупотребления абсолютизма. В Сорбонне, то есть в университетском городке Парижа. Аббад Далион почувствовал ко мне расположение и хотел взять меня в секретари. Но он был небогат и мог предложить мне всего-навсего 800 франков, отчего я, хоть и с сожалением, отказался, потому что этих денег не могло мне хватить на квартиру, пищу и все необходимое. Господин Дебосс отнесся ко мне очень хорошо. Он ценил знания и сам обладал ими. Он был немного педант. Госпожа Дебосс по возрасту годилась ему в дочери. Она была светская женщина и модница. Я обедал у них иногда. Невозможно иметь более неловкий, глупый вид, чем тот, какой был у меня в ее присутствии. Ее непринужденные манеры смущали меня и делали еще более смешным. Когда она протягивала мне тарелку, я тянулся с вилкой, чтобы скромно взять кусочек того, что она мне предлагала. Тогда она отдавала предназначавшуюся мне тарелку лакею и отворачивалась, чтобы я не заметил ее смех. Она и не подозревала, что в голове этого деревенщины все-таки есть кое-какой ум. Господин Дебосс представил меня своему другу Де Реомюру, обедавшему у него по пятницам в дни заседания Академии наук. Реомюр, 1683-1757, французский физик и естествоиспытатель, изобретатель термометра. Академия наук была основана министром Людовика XIV Кольбером в 1666 году. В круг ее ведения входила разработка наук математических и естественных. Он рассказал ему о моем проекте и желании представить этот проект на рассмотрение Академии. Де Реомюр взялся устроить это и получил согласие. В назначенный день я был введен и представлен им. И в тот же день, 22 августа 1742 года, я имел честь прочитать в Академии доклад, написанный мною для этого случая. Хотя это знаменитое собрание производило весьма внушительное впечатление, я рабел перед ним гораздо меньше, чем в присутствии госпожи де Босс, и удовлетворительно справился и с чтением, и с ответами на вопросы. Доклад был удачен и вызвал комплименты, удивившие меня, но в то же время и польстившие мне, потому что я едва мог представить себе, что кого-либо, не принадлежащего к Академии, признают человеком здравого смысла. В комиссию, которую мне назначили, вошли господа Демеран, Элло и Дефуши. Все трое люди достойные, конечно, но ни один из них не знал музыки настолько, чтобы быть в состоянии судить о моем проекте. Демеран был физиком и геометром, Элло — химиком, Дефуши — астрономом. Во время моих собеседований с этими господами я с удивлением убедился, что если у ученых иной раз меньше предрассудков, чем у других людей, зато они еще крепче держатся за те, которые у них есть. Как не слабы, как не ошибочны были в большинстве своем их возражения, я ни разу не добился, чтобы мои неоспоримые доводы были ими поняты и удовлетворили их, хотя, надо признаться, что я отвечал обычно робко и в выражениях неудачных. Я не переставал изумляться, с какой легкостью они при помощи нескольких звонких фраз опровергали меня, ничего не поняв. Они раскопали где-то, что один монах, отец Суэть-Ти, выдумал когда-то цифровую гамму. Этого было достаточно, чтобы утверждать, что моя система не нова. Пусть бы так. Я, правда, никогда не слыхал об отце Суэть-Ти, и его способ записывания семи нот церковного пения без всякой мысли об октавах не мог идти ни в какое сравнение с моим простым и удобным изобретением, позволявшим без труда записать цифрами любое музыкальное произведение, обозначив ключи, паузы, октавы, такты, темпы и долготу нот, предметы, о которых Суэть-Ти даже не думал. Тем не менее, если говорить об элементарном выражении семи нот, надо признать, что он был первым его изобретателем. Однако они приписали этому несложному изобретению большее значение, чем оно имело. А кроме того, как только принялись толковать об основах системы, понесли всякий вздор. Самое большое преимущество моей системы заключалось в отмене транспонировки и ключей. Так что одна и та же пьеса оказывалась записанной и транспонированной по желанию в любом тоне при помощи одной только замены буквы в начале мелодии. Транспонировка переложения музыкальной пьесы из одной тональности в другую. Эти господа слыхали от парижских нотных крыс, что способ исполнения при помощи транспонировки никуда не годится. Это послужило им отправной точкой к тому, чтобы превратить в неопровержимое возражение против моей системы самое важное ее преимущество. По их докладу Академия выдала мне удостоверение, полное самых лестных комплиментов, среди которых можно было разобрать, что по существу она не признает мою систему ни новой, ни полезной. Я не счел себя обязанным украсить подобным документом работу, озаглавленную «Диссертация о современной музыке», при помощи которой я апеллировал к публике. Диссертация о современной музыке одной из ранних сочинений Руссо издана в 1743 году. Этот случай дал мне возможность убедиться, насколько даже при ограниченном уме глубокое знание хотя бы одного предмета важней для правильного суждения о нем, чем самая широкая осведомленность в науках без специального изучения той, о которой идет речь. Единственное веское возражение против моей системы было сделано Рамо. Не успел я объяснить ее, как он увидел ее слабую сторону. «Ваши знаки», сказал он мне, «очень хороши тем, что просто и ясно выражают долготы, отчетливо отмечают интервалы и всегда показывают простое в удвоенном. Все то, чего не делает обычный нотный знак. Но они плохи тем, что требуют умственного усилия, которое не всегда может поспевать за исполнением. Значение обычных нотных знаков, продолжал он, мы схватываем глазом без помощи этого усилия. Если две ноты, одна очень высокая, другая очень низкая, соединены группой промежуточных, я с первого взгляда вижу переход от одной к другой в виде смежных ступеней. А у вас, чтобы удостовериться в этом переходе, я вынужден разбирать каждую цифру одну за другой. Один взгляд ничего не может дать». Это возражение показалось мне неопровержимым. Я тотчас же согласился. Как оно ни было просто и очевидно, только долгая практика в искусстве могла подсказать его. И неудивительно, что оно не пришло в голову ни одному академику. Право, все эти великие ученые, которые столько знают, в сущности знают так мало, что каждый из них должен был бы судить только о своем ремесле. Благодаря частым моим посещениям членов комиссии и других академиков, я завязал знакомство со всем, что было в Париже выдающегося в литературе. И впоследствии, когда я вдруг оказался внесенным в список этих имен, меня уже знали. Но в то время, сосредоточившись на своей музыкальной системе, я упорствовал в желании произвести революцию в музыке и сделаться таким путем знаменитостью, что в изящных искусствах всегда соединяется в Париже с богатством. Я заперся у себя в комнате и работал два или три месяца с неописуемым рвением над переплавкой прочтенного мной в Академии Докладов сочинение, предназначенное для публики. Затруднение было в том, чтобы найти издателя, который захотел бы взять мою рукопись, ведь для нее необходимо было произвести некоторый расход на новые печатные знаки, а издатели не кидают своих экю ради начинающих авторов. Я же считал вполне справедливым, чтобы мое сочинение вернуло мне хлеб, съеденный мной во время работы над ним. Бонфон разыскал мне кио-отца, который заключил со мной договор на условии равного участия в прибыли, но плату за право публикования я должен был внести сам. Этот кио повел дело так, что я оставался при одном этом расходе и не выручил ни лиара от издания, получившего, по-видимому, слабое распространение, хотя Аббат де Фонтен и обещал мне продвинуть его, а другие журналисты отозвались о нем довольно хорошо. Де Фонтен французский критик, современник Руссо Величайшим препятствием к испытанию моей системы было опасение, что если она не будет допущена, время, потраченное на ее изучение, пропадет даром. На это я возражал, что применение моей записи сообщает такую ясность мысли, что даже при разучивании музыки в обычных знаках все-таки получится выигрыш во времени, если начнут обучение с моей системы. Чтобы доказать это на опыте, я выучил музыке молодую американку мадемуазель Де Рулен, с которой познакомил меня господин Роген. Через три месяца она была в состоянии разобрать любой музыкальный отрывок в моей записи и даже пропеть с листа свободнее, чем я сам всякую арию, не отличающуюся особыми трудностями. Это был успех ошеломляющий, но оставшийся неизвестным. Другой на моем месте заставил бы газеты шуметь о нем, но, имея некоторый талант к полезным изобретениям, я никогда не имел таланта к их продвижению. Вот как мой геронов фонтан оказался еще раз сломанным. И в этот второй раз мне было тридцать лет, и я очутился на мостовой в Париже, где жизнь не дешева. Решение, принятое мною в этой крайности, удивит лишь тех, кто плохо читал первую часть моих воспоминаний. Я только что проделал усилие столь же большое, сколь и бесполезное. Мне надо было перевести дыхание. Вместо того, чтобы предаваться отчаянию, я спокойно предался лене, вверившись провидению. И чтобы дать ему время сделать свое дело, я стал проедать, не торопясь, несколько еще оставшихся у меня луидоров, сокращая расход на свои приятные развлечения, но не упраздняя его, посещая кафе только через день, а театр только два раза в неделю. Что касается расхода на женщин, тут мне не пришлось производить никакой реформы, так как за всю свою жизнь я не истратил на это ни гроша, если не считать одного раза, о котором мне скоро придется говорить. Спокойствие, наслаждение, беззаботность, с которыми я отдавался этой беспечной и уединенной жизни, хотя у меня не хватило бы средств просуществовать так и три месяца, представляют собой одну из странностей моей жизни и одну из причуд моей натуры. Я крайне нуждался в поддержке, но именно это обстоятельство отнимало у меня смелость добиваться ее, быть на виду, и необходимость бывать в домах приводила к тому, что эти посещения стали для меня невыносимыми. Я перестал ходить даже к академикам и другим литераторам, с которыми уже свел знакомство. Мориво, Аббад де Мобли, Фонтенель были почти единственными, у которых я продолжал изредка бывать. Мориво, Пьерде, 1688-1763, французский писатель, автор многочисленных комедий и романа «Жизнь Марианны», отличающихся подчеркнутой изысканностью стиля и переживаний героев, так называемые Мориво-даш, но в целом представлявших шаг вперед в развитии реалистического психологического анализа. Первому я даже показал свою комедию «Нарцисс». Она ему понравилась, и он был так любезен, что внес в нее поправки. Дидро был моложе их, приблизительно моего возраста. Он любил музыку и знал ее теорию. Мы с ним толковали о ней. Он говорил мне также о задуманных им работах. Скоро это сблизило нас. Наша дружба длилась пятнадцать лет и, вероятно, продлилась бы до сих пор, если бы, к несчастью и, безусловно, по его вине, я не взялся за его собственное ремесло. Трудно даже представить себе, на что я употребил короткий и драгоценный промежуток, еще оставшийся у меня перед тем, как превратиться в нищего. Я убивал это время на заучивание отрывков из поэтов, которые я сто раз учил и столько же раз забывал. «Каждое утро часов в десять я шел гулять в Люксембургский сад с Томиком Вергилия или Руссо в кармане, и там до обеденного часа твердил наизусть то религиозную оду, то буколику, не отчаиваясь из-за того, что, твердя очередные строфы, всякий раз забывал вчерашнее». Руссо Речь идет об однофамильце Жан-Жака поэте Жане Батисте Руссо. «Я помнил, что после поражения Никия у Сиракуз пленные афиняне зарабатывали на жизнь, декламируя поэмы Гомера». Афинский полководец Никий потерпел поражение возле города Сиракузы Сицилия при попытке подчинить Сицилию Афинам в 413 году до нашей эры. Из этого ученого занятия, при помощи которого я надеялся избегнуть нищеты, я извлек только ту пользу, что упражнял свою злосчастную память, заучивая наизусть всех поэтов. У меня было еще одно не менее надежное средство. Это шахматы, которым в те дни, когда я не шел в театр, я регулярно посвящал у мужи все послеобеденное время. Там я познакомился с Далегалем, с Никием Юссоном, с Филидором, со всеми крупными шахматистами того времени, но сам не стал от этого искусней. Я, однако, не сомневался, что стану в конце концов сильнее их всех и полагал, что это будет для меня достаточным источником существования. Какие бы безумства не забирал я себе в голову, я всегда оправдывал их одним и тем же рассуждением. Я говорил себе, кто первенствует в чем-нибудь, тот всегда может быть уверен, что в нем будут нуждаться. Будем же первенствовать все равно в чем. Во мне будут нуждаться, случай представиться, и мои достоинства довершат остальное. Это ребячество не было софизмом моего разума, оно было софизмом моей беспечности. Страшась больших и быстрых усилий, которые понадобилось бы мне сделать, чтобы добиться успеха, я потакал своей лени и скрывал от себя эту постыдную слабость доводами, которые были ее достойны. Итак, я спокойно дожидался, когда моим деньгам придет конец, и, вероятно, нисколько не встревожился бы, истратив последний грош, если бы отец Костель, к которому я заходил иногда по дороге в кафе, не пробудил меня от моей литургии. Отец Костель был сумасброд, но в сущности человек добрый. Он огорчался, видя, как я проживаюсь, ничего не делая. «Раз музыканты, — сказал он мне, — раз ученые не поют в один голос с вами, перейдите на другую струну и начните посещать женщин. Может быть, тут вам больше повезет? — Я говорил о вас, госпоже де Безанваль, сходите к ней от моего имени. Это добрая женщина. Она с удовольствием увидит земляка своего сына и мужа. Вы встретите у нее ее дочь, госпожу де Брульи, это ученая женщина. Другая такая же госпожа Дюпен, я ей тоже говорил о вас. Отнесите ей свое сочинение, она хочет вас видеть и примет хорошо. В Париже можно добиться чего-нибудь только через женщин. Они как бы кривая линия, по отношению к которой мудрецы асимптоты непрерывно приближаются к ним, но никогда с ними не соприкасаются. Некоторое время я откладывал со дня на день эту ужасную повинность, но наконец собрался с духом и отправился к госпоже де Безенваль. Она встретила меня ласково. Когда госпожа де Брульи вошла к ней в комнату, она сказала «Дочь моя, вот господин Руссо, о котором нам говорил отец Костель». Госпожа де Брульи похвалила мою работу и, подведя меня к клавесину, доказала мне, что занималась с ею. Взглянув на стенные часы, я увидел, что скоро пробьет час и собрался уходить. Госпожа де Безенваль сказала мне «Вам очень далеко до дома, оставайтесь, вы пообедаете здесь». Я не заставил себя просить. Через четверть часа я понял из некоторых слов, что обед, на который она меня приглашает, это обед в буфетной. Госпожа де Безенваль была очень добрая женщина, но ограниченная и слишком гордилась, что принадлежит к родовитому польскому дворянству. Она имела слабое представление об уважении, которое нужно оказывать талантам. Она даже судила обо мне больше по моей манере держаться, чем по костюму, так как одежда на мне была хоть и простая, но очень опрятная и вовсе не говорила обо мне, которому следует обедать в буфетной. Я слишком давно забыл туда дорогу и не имел никакого желания опять вступить на нее. Не обнаруживая всей своей обиды, я сказал госпоже де Безенваль, что вспомнил об одном небольшом деле, из-за которого мне необходимо вернуться домой и хотел уйти. Госпожа де Брульи подошла к матери и шепнула ей на ухо несколько слов, оказавших свое действие. Госпожа де Безенваль встала, чтобы удержать меня и сказала, я рассчитываю, что вы сделаете нам честь отобедать с нами. Я решил, что глупо с моей стороны разыгрывать гордеца и остался. к тому же доброта госпожи Дебрульи тронула меня и заинтересовала. Мне было очень приятно пообедать с этой дамой, и я надеялся, что, узнав меня больше, она не пожалеет, что оказала мне эту честь. Господин председатель де Ламуаньон, большой друг этой семьи, тоже обедал там. Канцлер Франции при Людовике XV, отец сановника Мальзерба, принимавшего большое участие в судьбе Руссо. Как и госпожа Дебрульи, он в совершенстве владел особым парижским говорком, сплошь из метких словечек, из легких и тонких намеков. Бедному Жан-Жаку блеснуть тут было нечем. У него хватило здравого смысла не строить из себя умника, и он молчал. О, если б я всегда был так благоразумен! Я не сварился бы в ту бездну, в которой нахожусь теперь. Я был в отчаянии от своей неловкости и неумении оправдать в глазах госпожи Дебрульи ее внимание ко мне. После обеда я прибег к обычному средству, в кармане у меня было стихотворное послание к Паризо, написанное во время моего пребывания в Лионе. Эта вещь была не лишена огня. Я вложил его в чтение и заставил их плакать всех троих. Не знаю, обманывало ли меня тщеславие, или я правильно истолковал то, что видел, но мне показалось, что взгляды госпожи Дебрульи говорили ее матери «Ну что, мама, разве я не была права, когда сказала вам, что этому человеку больше пристало обедать с вами, чем с вашими служанками?» До этой минуты у меня было довольно тяжело на сердце, но, отомстив таким образом, я почувствовал удовлетворение. Госпожа Дебрульи, немного преувеличивая свое благоприятное мнение обо мне, решила, что я произведу в Париже сенсацию и буду иметь успех у женщин. Чтобы направить мою неопытность, она дала мне исповедь графа Д. Была издана в 1782 году анонимно, автор этой книги Дюкло. «Эта книга, сказала она мне, ментор, который понадобится вам в свете. Вы поступите правильно, если будете справляться с ней иногда». Больше двадцати лет берег я этот экземпляр, испытывая благодарность к руке, давшей мне его, но часто смеялся над мнением, которое эта дама, видимо, имела относительно моей способности пленять женщин. Прочитав это произведение, я пожелал завязать дружбу с автором. Мое чувство не обмануло меня. Это единственный друг, который был у меня среди литераторов. Я верил в это так долго и так безусловно, что именно ему после своего возвращения в Париж передал рукопись своей исповеди. Недоверчивый Жан-Жак никогда не мог поверить в предательство и лживость, пока не становился их жертвой. Примечание Руссо С этих пор я осмеливался рассчитывать на то, что баронесса де Безанваль и маркиза де Брульи, отнесясь ко мне с участием, не оставят меня надолго в безвыходном положении, и я не ошибся. Поговорим теперь о моем появлении у госпожи Дюпен, оставившем в моей жизни более глубокие следы. Госпожа Дюпен незаконная дочь Самуэля Бернара и госпожи де Фонтен в 1722 году вышла замуж за Клода Дюпена королевского советника и сборщика налогов на имущество в Шато-Ру. Госпожа Дюпен, как известно, была дочерью Самуэля Бернара и госпожи Фонтен. Самуэль Бернар откупщик, наживший огромное богатство разными финансовыми спекуляциями. Людовик XIV, нуждаясь в нем, оказывал ему милости и дал возможность породниться с многими знатными фамилиями Франции. Их их было три сестры, которых можно было назвать тремя грациями. Госпожа де Ле Туш, бежавшая в Англию с герцогом де Кингстоном, госпожа Дарти, любовница и больше того, друг, единственный и преданный друг принца де Конти, женщина, пленявшая кротостью, мягкостью своего отличного характера, прелестью ума и неизменной жизнерадостностью. Принц де Конти, дом Конти был младшей ветвью королевского дома бурбонов. Здесь речь идет о современнике Руссо принце Луи Франсуа Конти 1717-1778 влиятельном царедворце Людовика XV. Главный откупщик так назывались в дореволюционной Франции капиталисты, покупавшие у правительства право собирать налоги с населения и наживавшиеся на разнице между вносимой ими в казну и собираемой с населения суммой. Наконец, госпожа Дюпен, самая красивая из трех и единственная в поведении которой ничто не заслуживает упрека. В награду за гостеприимство, которое господин Дюпен оказал ее матери, хорошо приняв ее у себя в провинции, та отдала ему руку дочери вместе с огромным состоянием и доставила зятю должность главного откупщика. Когда я увидел госпожу Дюпен в первый раз, она еще была одной из самых красивых женщин Франции. Она приняла меня за туалетом. Руки ее были обнажены, волосы распущены, пеньюар в беспорядке. Такое обращение было совсем ново для меня. Моя бедная голова закружилась, я смущен, волнуюсь, словом, уже влюблен в госпожу Дюпен. Мое смущение, кажется, не повредило мне в ее глазах, она его не заметила. Она радушно приняла книгу и автора, говорила со мной о моем проекте как человек знающий, пела, аккомпанируя себя на клавесине, оставила меня обедать, посадила за стол рядом с собой. Всего этого было вполне достаточно, чтобы свести меня с ума, что и произошло. Она разрешила мне приходить к ней, я воспользовался и даже злоупотребил этим разрешением, я ходил к ней чуть не каждый день и обедал у нее два или три раза в неделю. Я умирал от желания объясниться и все не смел. Несколько причин усиливали мою природную робость. Доступ в богатый дом открывал дверь к успеху, я не хотел в своем положении рисковать, что она закроется. Госпожа Дюпен при всей своей любезности была серьезна и холодна. Я не находил в ее обращении ничего достаточно завлекающего, чтобы набраться смелости. Ее дом был в то время самым блестящим в Париже. У нее собиралось общество, которое можно было бы назвать самым изысканным, не будь оно столь многочисленным. Она любила принимать у себя всех, о ком говорили в свете, знать, литераторов, красавиц. У нее бывали только герцоги, послы и сановники церкви. Принцессу де Роган, графиню де Форкалькье, госпожу де Мирпуа, госпожу де Бриньоле, леди Хервей, можно было считать ее приятельницами. Господин де Фонтенель, аббат де Сен-Пьер, аббат Салье, господин де Фурмон, господин де Берни, господин де Бюфон, господин де Вольтер принадлежали к ее кругу и постоянно бывали у нее на обедах. Салье, ученый-лингвист, член французской академии, Фурмон, речь идет об одном из двух братьев, Этьене или Мишеле, французских китаеведов 18 века, Берни, министр иностранных дел при Людовике XV, Бюфон, 1707-1788, французский натуралист, автор естественной истории, в научном отношении устаревший, но сохраняющий свое значение как этап в развитии французской научной прозы. Вольтер Франсуа-Мария Аруэ, 1694-1778, знаменитый французский писатель, представитель правого крыла французских философов-просветителей, деист, сторонник так называемой просвещенной монархии, осуществляющей буржуазные преобразования, в своих философских письмах, философском словаре, в исторических критических трудах и в билетристических произведениях «Кандит», «Задик», «Микромегас» он решительно выступал против феодализма, призывал к уничтожению церкви, но отнюдь не к уничтожению религии. Пламенно пропагандируя просвещение и буржуазный прогресс, он вместе с тем выступал против революционной инициативы народа. Ее сдержанные манеры не очень привлекали молодых людей, но окружающее ее общество из-за этого оказывалось только лучше подобранным, было еще внушительней, и бедный Жан-Жак не мог обольщать себя надеждами блистать в такой обстановке. И так я не смел говорить. Но не в силах хранить молчание, я осмелился написать. Два дня она ничего не говорила мне о моем письме. На третий день она вернула мне его, присовокупив несколько слов увещания таким холодным тоном, что у меня сжалось сердце. Я хотел говорить. Слова замерли у меня на устах. Моя внезапная страсть угасла вместе с надеждой, и после формального объяснения я продолжал бывать у нее, как прежде, ни о чем больше не говоря ей, даже глазами. Я думал, что моя глупость забыта, но ошибся. Де Франкей, сын Дюпена и пасынок его супруги, был приблизительно ее и моего возраста. Он был умен, красив. Он мог рассчитывать на успех, и говорили, что он имел успех у нее, может быть, только на том основании, что она женила его на очень некрасивой, очень кроткой женщине и была в отличных отношениях с обоими. Де Франкей любил и поощрял таланты. Музыка, которую он знал очень хорошо, сблизила нас. Я часто виделся с ним, привязался к нему. Вдруг он дал мне понять, что госпожа Дюпен находит мои посещения слишком частыми и просит прекратить их. Эта милая просьба могла быть уместной, когда госпожа Дюпен возвращала мне письмо, но через восемь или десять дней и без всякого повода она была как будто не кстати. Это создавало положение тем более странное, что я по-прежнему был желанным гостем у господина и госпожи Де Франкей. Однако я стал ходить к госпоже Дюпен реже и совсем бы перестал бывать у нее, если бы по другому неожиданному капризу госпожа Дюпен не попросила меня присмотреть недели полторы за ее сыном, который из-за перемены гувернера временно оставался без надзора. Эти дни были для меня настоящей пыткой, и только желание повиноваться госпоже Дюпен помогло мне перенести ее. Несчастный Шенон Со уже и тогда имел те дурные наклонности, которые чуть не навлекли позора на его семью и привели его к тому, что он умер на острове Бурбон. Остров Бурбон, в настоящее время остров Соединения, находится в Индийском океане, принадлежит Франции с 1642 года. Пока я находился при нем, я не позволял ему вредить самому себе или другим только и всего, но и это стоило мне немалого труда, и я не взял бы на себя этой обязанности еще на неделю, даже если бы госпожа Дюпен в награду отдалась мне. Де Франкей дружески относился ко мне. Я работал с ним. Мы начали проходить вместе курс химии у Руэля. Руэль Гильом Франсуа, 1703-1770, известный французский химик 18 века. Чтобы жить поближе к нему, я оставил свою гостиницу Сен-Кентен и поселился в здании для игры в мяч на улице Верделе, выходящей на улицу Платриер, где жил господин Дюпен. Игра в мяч, разновидность игры в лапту, популярная в дореволюционной Франции. Для нее строились специальные здания. Там я простудился и, не обратив на это внимания, получил воспаление легких, от которого чуть не умер. В молодости я часто болел такими воспалениями, плевритами и особенно ангинами, перечени их я здесь не привожу, и они так часто заставляли меня смотреть смерти в глаза, что я освоился с ней. Во время выздоровления у меня был досуг подумать о своем положении и горько пожалеть о своей робости, слабости и лени, которая, несмотря на пожиравший меня огонь, заставляла меня томиться в умственной праздности и прозябать на грани нищеты. Накануне того дня, когда я заболел, я пошел слушать оперу «Руайе», которую тогда давали и название которой я забыл. Руайе, бездарный композитор, преподаватель музыки в семье Людовика XV, директор французской оперы. Несмотря на пристрастно-благожелательное отношение к талантам других, всегда заставлявшее меня сомневаться в своих собственных дарованиях, я не мог не найти эту музыку слабой, лишенной страсти и изобретательности. Порой я осмеливался говорить себе «Пожалуй, я сделал бы лучше». Но трепет, вызываемый во мне мыслью о композиции оперы и важность, которую, как я слышал, придавали этому делу мастера, тотчас же отпугивали меня, и я краснел при одной мысли, что смею думать об этом. Да и где взять человека, который захотел бы написать для меня либретто, и поработать над тем, чтобы придать ему желательную мне форму. Однако мысли о музыке и опере вернулись ко мне в дни болезни, и в жару лихорадки я сочинял арии, дуэты, хоры. Хорошо знаю, что сочинил в порыве вдохновения два или три отрывка, может быть, достойных восхищения мастеров, если б им довелось услышать их в исполнении. О, если б можно было записывать мечты, рождающиеся во время болезни, какие возвышенные творения возникали бы иной раз на глазах у всех! Мыслям о музыке и опере я предавался и в период выздоровления, но уже более спокойно. Я постоянно думал об этом даже помимо своей воли, и чтобы облегчить сердце, решил сделать попытку написать оперу своими силами и слова, и музыку. Это не было в полном смысле слова первым опытом. Я сочинил в Шамбери оперу-трагедию под заглавием «Эфис» и «Анаксарета», которую имел благоразумие бросить в огонь. Сюжет этой оперы Руссо взял из 14-й книги «Метаморфоз» римского поэта Овидия, где повествуется о греческом юноше Эфисе, влюбленном в Анаксарету, которая отвергает его любовь, гордясь своим царским происхождением. «Эфис» кончает жизнь самоубийством, а «Анаксарету» за гордость богини любви Афродита превращает в каменную статую. В Лионе я написал другую оперу под названием «Открытие нового света», показав ее господину Борду, аббату Мабли, аббату Трюбле и другим. Я расправился с ней таким же способом, несмотря на то, что уже сочинил музыку к прологу и первому акту, и что Давид, прослушавший ее, нашел там отрывки, достойные Бонон Чини. Аббат Трюбле, второстепенный французский литератор, известен главным образом своей неудачной полемикой с Вольтером по поводу поэмы последнего «Орлеанская девственница». Бонон Чини, 1675-1726, итальянский композитор, живший в ряде европейских столиц, автор опер на модные тогда античные сюжеты. На этот раз, прежде чем приняться за работу, я дал себе время обдумать план. Я задумал представить в героическом балете из трех актов три различные темы, каждую в особом музыкальном жанре. Взяв для каждого акта темы «Любовь одного поэта», я назвал эту оперу «Галантные музы». Первый акт в высоком стиле был посвящен Тассу. Второй в нежном — Овидию. Третий, под заглавием «Анакреон», должен был дышать весельем дифирамба. Сначала я взялся за первый такт и, работая с увлечением, впервые познал радость музыкального творчества. Однажды вечером у входа в оперу, почувствовав, что меня мучают и одолевают мои замыслы, я кладу деньги обратно в карман, бегу домой, запираюсь у себя, ложусь в постель, плотно задернув полок, чтобы не проникал свет, и, отдавшись поэтическому и музыкальному вдохновению, быстро в семь или восемь часов сочиняю лучшую часть первого акта. Могу сказать, что моя любовь к принцессе Феррарской, потому что я был Тассом в то время, и мои благородные и гордые чувства перед лицом ее несправедливого брата подарили мне ночь в остократ более упоительную, чем если б я провел ее в объятиях самой принцессы. Итальянский поэт XVI века Торквато Тассо, Тасс, 1544-1595, живя при дворе герцога Феррарского Альфонсо II, полюбил его сестру Элеонору Десте, и за это, несмотря на свои заслуги, национального поэта, автора поэмы «Освобожденный Иерусалим», был заключен герцогом в тюрьму, а затем изгнан. Утром в голове у меня оставалась только малая часть того, что я сочинил. Но эта малая, почти стертая усталостью и сном, не переставала свидетельствовать о силе мелодий, осколки которых оно собой представляло. И все же я тогда не очень продвинул свою работу, отвлеченный от нее другими делами. Пока я усердно навещал семью Дюпен, госпожа де Безанваль и госпожа де Брульи, у которых я изредка бывал, позаботились обо мне. Граф де Монтегю, капитан гвардии, был только что назначен послом в Венецию. Этим назначением он был обязан де Баржаку, за которым настойчиво ухаживал. Граф де Монтегю, капитан гвардейского гренадерского корпуса, стал дипломатом в 1741 году. Баржак в свое время был слугой и доверенным лицом главного министра Людовика XV, кардинала Флери. Госпожа де Безанваль и госпожа де Брульи знали его брата Шевальеда Монтегю, дворянина из числа приближенных к монсеньору Дуфину, а также аббата Алари, члена французской академии, с которым я тоже иногда встречался. Монсеньор Дуфин, наследник французского престола Людовик, сын Людовика XV, не царствовал, так как умер раньше отца. Госпожа де Брульи, зная, что посол ищет секретаря, предложила меня. Мы вступили в переговоры. Я просил 50 луидоров жалования, деньги очень небольшие для должности, требующие представительства. Он соглашался дать мне только 100 пистолей и хотел, чтобы я ехал на свой счет. Предложение было смехотворно. Мы не могли столковаться. Господин де Франкей, прилагавший усилия, чтобы удержать меня в Париже, настоял на своем. Я остался, и господин де Монтегю уехал с другим секретарем по фамилии Фолло, которого ему дали в Министерстве иностранных дел. Не успели они приехать в Венецию, как поссорились. Фолло, видя, что имеет дело с помешанным, удрал от него, и господин де Монтегю, оставшись при одном молодом аббате, де Бени, который был только песцом и не мог справиться с работой секретаря, обратился ко мне за помощью. Его брат, человек умный, сумел заманить меня, дав понять, что должность секретаря связана с известными правами, и я согласился на тысячу франков. Получив двадцать луидоров на дорогу, я отправился. В Лионе мне очень захотелось избрать путь через Монт-Си-Ни, чтобы проездом повидать мою бедную маменьку. Но я спустился по Роне и сел в Тулоне на корабль столько же из-за войны и ради экономии, сколько для того, чтобы получить паспорт от господина де Мирпуа, командовавшего тогда армией в Провансе. Именно к нему меня направили. Де Мирпуа, Шарль, 1699-1757, в описываемую эпоху генерал-лейтенант, впоследствии маршал Франции. Высоким положением был обязан не своим военным талантом, а личным отношением с Людовиком XV. Де Монт-Эгю крайне нуждался во мне и писал письмо за письмом, торопя мой отъезд. Случай задержал меня. В это время в Мессине была чума. Английский флот, стоявший в гавани на якоре, произвел осмотр Филуки, на которой я находился. Это обрекло нас по прибытии в Геную после долгого и тяжкого перехода на трехнедельный карантин. Пассажирам был предоставлен выбор пройти карантин на борту судна или в лазарете, где, как нас предупредили, мы найдем только голые стены, так как его еще не успели обставить. Все выбрали Филуку. Невыносимая жара, теснота, невозможность шагу ступить, паразиты. Все это заставило меня пойти на риск и перебраться в лазарет. Меня отвели в большое двухэтажное совершенно пустое здание, где я не нашел ни оконных рам, ни стола, ни кровати, ни стула, ни даже скамейки, чтобы сесть, ни охапки соломы, чтобы лечь. Мне принесли мой плащ, спальный мешок, два моих чемодана, за мной заперли тяжелые двери с тяжелыми замками, и я остался один, чтобы на свободе бродить из комнаты в комнату, с этажа на этаж, всюду находя то же безлюдье и ту же пустоту. Однако я не раскаялся, что предпочел поселиться в лазарете, и как новый Робинзон принялся устраиваться на три недели точно на всю жизнь. Сначала я занялся охотой на вшей, которые завелись у меня на филуке. Когда же путем частой смены белья и одежды я, наконец, избавился от них, то принялся обставлять выбранную мною комнату. Я сделал себе хороший тюфяк из фуфаек и рубашек, простыню из нескольких полотенец, сшитых вместе, одеяло из халата, подушку из свернутого плаща. Устроил себе сиденье из одного чемодана, положив его плашмя, и стол из другого чемодана, поставив его на бок. Достал бумагу, письменный прибор, расставил в виде библиотеки десяток книг, которые взял с собой из Парижа. Словом, устроился так хорошо, что, если не считать отсутствие занавесской оконный храм, в этом совершенно пустом лазарете мне было почти так же удобно, как в моем зале для игры в мяч на улице Верделе. Еду мне доставляли с большой торжественностью. Два гренадера, примкнув штыки, эскортировали ее. Лестница была моей столовой, площадка служила мне столом, ступенька сиденьем. Когда обед был подан, гренадеры, удаляясь, звонили в колокольчик, чтобы известить меня, что пора садиться за стол. В промежутках между трапезами, если я не читал и не писал, или не работал над убранством комнаты, я ходил гулять на протестантское кладбище, служившее мне двором, или поднимался на вышку, открытую в сторону гавани, откуда мог видеть пребывающие и отходящие суда. Так провел я две недели, и провел бы там все три, ни минуты не скучая, если б господин де Жуанвиль, французский посланник, которому я сумел переслать письмо, облитое уксусом, надушенное и полусожженное, не сократил срок моего карантина на неделю. Я провел эту неделю у него, и, признаюсь, в его доме мне понравилось больше, чем в лазарете. Он очень обласкал меня. Его секретарь Дюпон, добрый малый, ввел меня в некоторые дома, как в Генуе, так и в окрестностях, где было довольно весело. Я достаточно коротко сошелся с ним, и мы долго потом поддерживали переписку. Мой дальнейший путь через Ломбардию был приятен. Я увидел Милан, Верону, Брешую, Падую, и приехал наконец в Венецию, где господин посол с нетерпением ожидал меня. Руссо прибыл в Венецию в конце августа 1743 года. Я нашел кучу депеш от французского двора и от других послов. Де Монтегю не мог разбирать зашифрованное, хотя у него были все необходимые для этого ключи. Никогда не работав ни в одной канцелярии и ни разу в жизни не видав служебного шифра, я сначала боялся запутаться, но убедился, что делая это самое простое и меньше, чем в неделю, разобрал все, хотя, конечно, над этим не стоило трудиться, потому что посольству в Венеции всегда было почти нечего делать, да и такому человеку, как Де Монтегю не стали бы поручать какие бы то ни было переговоры. До моего приезда он находился в большом затруднении, не умея ни диктовать, ни разборчиво писать, и был я ему очень полезен. Он понимал это и обращался со мной хорошо. Еще одна причина побуждала его к этому. После ухода де Фруле, его предшественника, впавшего в умственное расстройство, французский консул Леблон оставался поверенным в делах. По приезде де де Монтегю он продолжал заниматься ими, чтобы ввести его в курс. Господин де Монтегю, недовольный тем, что другой исполняет его обязанности, хотя сам был совершенно не способен к ним, не взлюбил консула. И как только я приехал, он отстранил Леблона и передал все дела мне. Они были неотделимы от звания секретаря посольства, и он велел мне это звание принять. Пока я оставался в этой должности, де Монтегю ни разу не посылал никого другого ни в Сенат, ни к своему конференту, и, в сущности, вполне естественно, что он предпочитал иметь секретарем посольства своего человека, чем консула или чиновника, назначенного двором. Конферент так назывались лица, назначавшиеся Сенатом Венеции для сношений с представителями иностранных государств. Для посла каждой страны выделялся особый конферент. Это сделало мое положение довольно приятным и помешало его приближенным, которые все были итальянцами, так же, как его пажи и большая часть прислуги, оспаривать у меня первенство в его доме. Я с успехом воспользовался связанный с моим званием властью, чтобы ограждать экстерриториальность посольства от неоднократных попыток нарушить ее, чему наша венецианская охрана не стремилась препятствовать. Но нужно сказать, я ни разу не допустил, чтобы у нас укрывались какие-нибудь грабители, хотя это могло приносить мне доход, а его превосходительство, конечно, не отверг бы полагающиеся ему доли. Он даже осмелился покуситься на права секретариата, которые назывались канцелярскими расходами. Тогда шла война, надо было выправлять паспорта, каждый паспорт приносил цехин секретарю, который изготовлял его и скреплял своей подписью. Все мои предшественники заставляли платить этот цехин как французов, так и иностранцев. Я нашел этот обычай несправедливым, и хотя не был французом, отменил его для французов. Но я так строго осуществлял свое право по отношению ко всем другим, что когда маркиз Скотти, брат фаворита испанской королевы, прислал за паспортом, не приложив цехина, я велел потребовать у него этот цехин, и мстительный итальянец не забыл моей дерзости. Тогда шла война, война за австрийское наследство, тянувшаяся с 1741 до 1748 года. Данное место исповеди относится к 1744 году. Война велась между Францией и Пруссией с одной стороны, и Австрией, и Англией с другой, охватив ряд стран, Голландию, Германию, Италию и французские колонии. Предлогом был вопрос о том, кому достанется престол после смерти бездетного императора австрийского Карла VI. Испанская королева, речь идет о Елизавете Форнезе 1692-1766 годы, жене слабоумного испанского короля Филиппа V, умершего в 1746 году. Будучи родом из Пармы, она способствовала распространению итальянского влияния. Как только узнали о моей реформе в паспортном сборе, за паспортами стали толпами обращаться лже-французы, называвшие себя на отвратительном ломаном языке кто провансальцем, кто пикардийцем, кто бургундцем. Так как у меня довольно тонкий слух, им не удавалось провести меня. И я сомневаюсь, чтобы хоть один итальянец утянул у меня мой цехин или хоть один француз уплотил его. Я имел глупость рассказать господину Монтегю, ничего не знавшему об этом, что я сделал. Слово цехин заставило его насторожиться. Не говоря мне своего мнения об отмене паспортного сбора с французов, он потребовал, чтобы в отношении остальных я вошел с ним в долю на равных началах. Более возмущенный этой низостью, чем задетый в своих интересах, я с достоинством отверг его предложение. Он стал настаивать, я вспылил. — Нет, сударь, ответил я ему очень резко, пусть ваше превосходительство берет то, что ему принадлежит, и оставит мне мое. Никогда не уступлю ни одного су. Монтегю, видя, что ничего не добьется этим путем, пошел по-другому и не постыдился сказать мне, что раз я получаю доход в его канцелярии, справедливо, чтобы я нес и расходы по ней. Я не захотел в ссориться по такому поводу, и с тех пор покупал на свои средства чернила, бумагу, сургуч, свечи и прочие мелочи, вплоть до печати, которую велел переделать, причем де Монтегю ни разу не возместил мне ниллиара. Это не помешало мне уделять кое-что из дохода от паспортов Аббату Добини, доброму малому и далекому от того, чтобы претендовать на что-либо подобное. Он был любезен со мной, я платил ему тем же, и мы всегда жили в ладу. Познакомившись с работой, я нашел ее менее трудной, чем опасался, хотя у меня не было опыта. Но я состоял при особе посла, столь же неопытного, как и я, который вдобавок по своему невежеству и упрямству как нарочно шел наперекор всему, что здравый смысл и некоторые познания внушали мне полезного для службы ему и королю. Самым разумным его поступком было то, что он сошелся с маркизом де Мари, испанским послом, человеком ловким и проницательным, который при желании мог бы водить его за нос, но ввиду общих интересов обоих государств обычно давал ему довольно хорошие советы, если бы Монтегю не портил их тем, что совал что-нибудь свое в их исполнение. Во Франции и в Испании королевский трон занимали представители одного и того же дома бурбонов. Единственное, чего им нужно было добиться совместными усилиями это убедить венецианцев соблюдать нейтралитет. Последние не упускали случая заверить в строгом его соблюдении, между тем, как открыто снабжали австрийские войска боевыми припасами и даже рекрутами под видом дезертиров. Господин де Монтегю, желавший, как я полагаю, быть приятным республике, тоже не упускал случая угодить ей и, несмотря на мои протесты, заставлял меня утверждать во всех его донесениях, что Венеция никогда не нарушит нейтралитет. Упрямство и тупоумие этого жалкого человека поминутно вынуждали меня писать и делать нелепости, раз ему так угодно было, но от этого моя работа становилась иногда невыносимой и даже почти невыполнимой. Например, он непременно хотел, чтобы большая часть его донесений королю и министру была зашифрована, хотя бы они по своему содержанию вовсе не требовали этой предосторожности. Я доказывал ему, что между пятницей, когда приходили королевские депеши, и субботой, когда отправлялись наши, слишком мало времени, чтобы чиновник мог зашифровать такое количество их, а я подготовить всю возложенную на меня огромную переписку. Он нашел прекрасный выход из этого — заготовлять с четверга ответы на депеши, которые должны были прибыть на другой день. Несмотря на все мои доводы относительно неосуществимости, да и нелепости такой системы, эта идея показалась ему столь удачной, что в конце концов пришлось примириться с нею. Все время, пока я состоял при нем, я брал на заметку несколько слов, которые он бросал мне на ходу в течение недели, да кое-какие пустячные сведения, которые я собирал тут и там. Пользуясь таким материалом, я составлял и неукоснительно приносил ему в четверг утром черновики депеш, подлежащих отправке в субботу, и на скорую руку делал в них кое-какие добавления или поправки, сообразуясь с депешами, полученными в пятницу, на которые наши служили ответу. У него была еще одна забавная причуда, предававшая его переписке невообразимый комизм. Отсылать каждое известие к его источнику, вместо того, чтобы дать ему следовать своим путем. Он сообщал господину Амло придворные новости, господину Мурепа парижские, господину Давренкуру шведские, господину Даля Шетарди петербургские, а иногда каждому адресату посылал сведения, получаемые от этого самого адресата, которые я только перефразировал немного. Амло министр Людовика 15 оставивший свой пост в 1743 году после смерти своего покровителя кардинала Флери Мурепа министр при Людовиках 15 и 16 Давренкур французский посол в Швеции Даля Шетарди французский посол в Петербурге Так как из всего, что я приносил господину Монтегю на подпись, он просматривал только депеши к королевскому двору, а депеши к другим послам подписывал, не читая, это отчасти давало мне возможность составлять последние на свой лад, и я, по крайней мере, отсылал известие в перекрестном направлении. Но мне было невозможно придавать разумную форму самым существенным депешем. Счастье было еще, что он не успевал втиснуть в них экспромтом несколько строк собственного изделия, что вынуждало меня возвращаться в канцелярию, поспешно переписывать всю депешу, украшенную этим новым самодурством, и оказывать ей честь, зашифровывая ее, иначе он не подписал бы депеш. Двадцать раз меня искушало желание ради его репутации зашифровать не то, что он мне говорил. Но, понимая, что никто не уполномачивал меня на подобное самоуправство, я предоставлял ему бредить на собственный риск, довольствуясь тем, что говорю с ним откровенно и выполняю свой долг при нем. Это я делал постоянно, с прямотой, усердием и смелостью, заслуживавшими с его стороны иной награды, чем та, какую я получил в конце концов. Пора уже было, чтобы я стал наконец тем, чем предназначило мне быть небо, одарившее меня счастливыми природными данными и образование, полученное мною от лучшей из женщин, и то, которое я дал себе сам, и это свершилось. Предоставленный самому себе, без друга, без совета, без опыта, в чужом краю, на службе у чужой страны, в толпе плутов, которые ради своей выгоды и ради того, чтобы устранить посрамляющее действие хорошего примера, подбивали меня подражать им, далеки от чего-либо подобного, я во всем, что зависело от меня, верно служил Франции, хотя ничем не был ей обязан, и усердно, как и подобало, служил ее послу. Этой безупречной службой на довольно видном посту я достиг уважения Венецианской республики, всех послов, с которыми мы были в переписке, и любовь всех французов, поселившихся в Венеции, не исключая самого консула, которого я против воли заменял в полномочиях, принадлежавших ему по праву и доставлявших мне больше хлопот, чем удовольствия. Де Монтегю, всецело отдавшись в руки маркиза Мари, который не интересовался его обязанностями, сам пренебрегал ими до такой степени, что, не будь меня, французы, находившиеся в Венеции, не заметили бы даже, что там есть посол их страны. Когда они приходили к нему, нуждаясь в его покровительстве, он выпроваживал их, не желая даже их выслушать. Они отчаялись, и не было больше видно ни одного из них, ни среди его приближенных, ни у него за столом, да он и не приглашал их. Я часто делал то, что должен был бы делать он, оказывал французам, обращавшимся к нему или ко мне, все услуги, какие от меня зависели. Во всякой другой стране я сделал бы больше, но не имея возможности видеться с нужными людьми на их службе, так как сам служил, я часто был вынужден обращаться к консулу, а консул, устроившийся в стране, где была его семья, должен был со многим считаться, и это мешало ему делать то, что он хотел бы. Все же иногда, видя, что он колеблется и не решается говорить, я отваживался на рискованные поступки, из которых иные мне удавались. Воспоминания об одном из них до сих пор вызывают у меня смех. Никому не пришло в голову, что театралы Парижа обязаны мне, Каролиной, и ее сестрой, Камиллой, однако это именно так. Каролина и Камилла итальянские актрисы, дочери актера Веронези по прозвищу Панталеоне. Каролина играла в Париже в 1744-1750 годах. По желанию принца Конти ей было дано звание маркизы де Сеери. Камилла дебютировала в 1744 году в девятилетнем возрасте. В Париже впервые выступила в итальянской комедии в 1747 году. Веронези, их отец, нанялся с дочерьми в итальянскую труппу. Получив две тысячи франков на дорогу, он вместо того, чтобы уехать, преспокойно поступил в Венецию в театр Сен-Люк, куда Каролина, несмотря на то, что была почти ребенком, привлекала много народу. Я не уверен, не был ли это театр Сен-Самуэль. Собственные имена совершенно ускользают у меня из памяти. Примечание Руссо. Герцог де Жевр в качестве старшего коммергера двора написал послу, чтобы вытребовать отца и дочь. Де Монтегю, передавая мне письмо, сказал вместо всякого указания «Взгляните на это». Я отправился к господину Леблону и попросил его поговорить с владельцем театра Сен-Люк, патрицием, кажется, из рода Джустиняне, чтобы тот уволил Веронезе, так как он принят на королевскую службу. Леблон, не придавая особого значения поручению, плохо исполнил его. Джустиняне поднял шум, и Веронезе не был уволен. Это задело меня. Тогда в Венеции был карнавал. Надев плащ и маску, я велел вести себя во дворец Джустиняне. Все свидетели прибытия моей гондолы с ливрейными лакеями посольства были поражены. Венеция никогда не видала ничего подобного. Я вхожу, приказываю доложить о себе под именем маскированные особы. Как только меня ввели, я снимаю маску и называю себя. Сенатор ошеломлен, бледнеет. Сударь, говорю я ему по-венециански, сожалею, что беспокою ваше превосходительство своим посещением, но у вас в театре Сен-Люк есть человек по имени Веронезе, который состоит на службе у короля и которого вас безуспешно просили вернуть. Я пришел требовать его от имени Его Величества. Моя короткая речь произвела впечатление. Не успел я удалиться, как Джустиняне побежал сообщить о происшествии государственным инквизиторам, и те задали ему головомойку. Государственные инквизиторы, судьи церковного суда, существовавшего в католических странах Италии и Испании, вплоть до начала девятнадцатого века. В описываемую эпоху инквизиция была фактическим распорядителем судеб Венецианской республики. Веронезе был уволен в тот же день. Я велел сказать ему, что если он не выйдет в течение недели, я прикажу арестовать его, и он уехал. В другой раз я своими силами и почти без чьей-либо помощи выручил из беды капитана торгового корабля. Это был капитан Оливе из Марселя. Название корабля я забыл. Его экипаж затеял ссору со словонцами, состоявшими на службе республики, имели место случай самоуправства, и судно было подвергнуто такому строгому аресту, что никто, кроме капитана, не мог ни взойти на борт, ни выйти на берег без разрешения. Словонцы, круаты, часто состояли в наемном войске Венецианской республики. Оливе обратился к послу. Тот выпроводил его ни с чем. Он побежал к консулу. Последний сказал, что это не торговое дело, и он не может в него вмешиваться. Не зная больше, что предпринять, Оливе вернулся ко мне. Я доложил господину де Монтегю, что он должен разрешить мне представить по этому делу записку в Сенат. Сенат одной из высших учреждений Венецианской республики, ограничивавшая власть ДОЖа, аристократическая по составу. Не помню, согласился ли де Монтегю на это и представил ли я записку, но хорошо помню, что так как мои хлопоты не приводили ни к чему и эмбарго продолжалось, я принял решение, которое мне удалось осуществить. Не помню, представил ли я записку. Записка была представлена 7 июля 1744 года, Сенат в тот же день удовлетворил требования. Я включил сообщение об этом деле в депешу к господину де Морепа, и мне стоило немалого труда уговорить де Монтегю не вычеркивать этот абзац. Я знал, что в Венеции вскрывают наши депеши, хотя они и не стоили такого внимания. У меня были доказательства этого. В газетах я находил целые отрывки из них слово в слово. Я тщетно побуждал посла жаловаться на это вероломство. В расчете на любопытство венецианцев я упомянул об этом злоупотреблении в депеши, чтобы напугать их и заставить освободить судно, так как если бы пришлось ждать для этого ответ от французского двора, капитан был бы разорен до его получения. Я сделал больше, отправился на судно, чтобы допросить экипаж. Я взял с собой аббата Патезеля, заведующего канцелярией консульства, который отправился скрипя сердце. Все эти бедняги боялись вызвать неудовольствие сената. Не имея возможности вследствие запрета взойти на корабль, я остался в гондоле и приступил к составлению протокола, допрашивая громким голосом по очереди всех людей экипажа и ставя вопросы так, чтобы получать ответы, благоприятные для французов. Я попытался уговорить Патезеля, чтобы он сам вел допрос и протокол, так как это было скорее его делом, чем моим. Он решительно отказался, не проронил ни слова и еле согласился подписать протокол после меня. Мой поступок довольно смелый, увенчался, однако, полным успехом, и судно было освобождено задолго до ответа министра. Капитан хотел сделать мне подарок. Не сердясь, я сказал ему, хлопнув его по плечу, капитан Оливе, неужели ты думаешь, что тот, кто не взимает с французов неизвестно кем установленного сбора за паспорта, способен торговать покровительством короля? Он хотел, по крайней мере, дать в мою честь обед на борту своего корабля. Я согласился и привел с собой секретаря испанского посольства по фамилии Каррио, умного и очень любезного человека, который был потом секретарем посольства в Париже и поверенным в делах. По примеру наших послов, я близко сошелся с ним. Счастлив был бы я, если б, делая с полнейшим бескорыстием все добро, какое только мог, умел при этом вносить достаточно порядка и внимания во всякие мелочи, чтобы не оставаться в дураках и не служить другим в ущерб себе. Но на занимаемом мною посту, где малейшая ошибка не проходит бесследно, я истощал все свое внимание в усилиях не наделать их во вред своей службе. Я соблюдал до конца величайший порядок и величайшую точность во всем, что касалось моей основной обязанности. Не считая нескольких оплошностей в шифрах, которые вынужденная поспешность заставила меня сделать, на что подчиненные господина Амло однажды пожаловались, не посол, и никто другой ни разу не мог упрекнуть меня в небрежном отношении к своим обязанностям. Это заслуживает быть отмеченным, когда речь идет о таком небрежном и беспечном человеке, как я. Но мне случалось обнаруживать недостаток памяти и усердия в частных делах, поручаемых мне, и любовь к справедливости заставляла меня по собственному почину расплачиваться за причиненный ущерб, прежде чем кто-либо вздумает пожаловаться. Приведу только один пример, относящийся к моему отъезду из Венеции, но последствия которого я испытал уже в Париже. Наш повар Русло привез с собой из Франции давнишний вексель на 200 франков, который его знакомый парикмахер получил от венецианского дворянина Джанетто Нане за поставку париков. Русло принес мне этот вексель и попросил постараться получить по нему что-нибудь в порядке полюбовного соглашения. Я знал, да и он тоже, что у венецианских дворян в обычае не платить по возвращении на родину долгов, сделанных ими в чужой стране. Когда их хотят к тому принудить, они изводят несчастного кредитора такими проволочками и расходами, что тот приходит в отчаяние и в конце концов бросает все или удовлетворяется сущей безделицей. Я просил господина Леблона поговорить с Джанетто. Тот признал вексель, но не согласился платить. После долгих препирательств он обещал наконец отдать три цехина. Когда Леблон принес ему вексель, у Джанетто не оказалось на лицо трех цехинов. Пришлось ждать. Тем временем произошла моя ссора с послом, после которой я ушел от него. Я оставил бумаги посольства в полнейшем порядке, но вексель русло найти не могли. Господин Леблон уверял, что отдал его мне. Я знал его как человека слишком порядочного, чтобы можно было сомневаться в этом. Но я не мог вспомнить, куда девался вексель. Так как Джанетто признал долг, я просил господина Леблона попытаться получить три цехина под расписку или уговорить его возобновить вексель при помощи дубликата. Джанетто, узнав, что вексель утерян, не захотел сделать ни того, ни другого. Я предложил русло три цехина из своего кармана в погашении векселя. Он отказался, и предложил, чтобы я договорился в Париже с кредитором, адрес которого дал мне. Парикмахер, узнав, что произошло, потребовал свой вексель или все деньги сполна. Чего бы я не дал в своем негодовании, чтобы найти этот проклятый вексель. Я уплатил двести франков, хотя и находился в очень стесненном положении. Вот как потери векселя обеспечило кредитору получение всей суммы долга. А если бы вексель к несчастью для него нашелся, он с трудом выручил бы десять экю, обещанные его превосходительством Джанетто Нани. Обнаружив в себе, как мне казалось, талант к своей новой профессии, я невольно стал относиться к ней с увлечением. И если не считать общество моего друга Каррио и добродетельного Альтуны, о котором мне скоро придется говорить, не считая невинных развлечений на площади Святого Марка, театра и немногих визитов, которые мы с Каррио делали почти всегда вместе, я видел единственное удовольствие в своих обязанностях. Площадь Святого Марка, центральная площадь Венеции, где находятся главные здания города, собор Святого Марка и дворец Дожий. Во времена Руссо на этой площади были устроены увеселения для гуляющих. Хотя моя работа была не очень трудной, особенно ввиду помощи аббата Бини, тем не менее я был основательно занят, так как переписка была очень обширная и шла война. Каждый день я работал большую часть утра, а в дни прибытия курьера иногда до полуночи. Остальное время я посвящал изучению того дела, которым начал интересоваться, и на основании успешного начала рассчитывал занять впоследствии более видное положение. В самом деле, все были одного мнения обо мне, начиная с господина Монтегю. Он открыто восхвалял меня и никогда на меня не жаловался. Бешеная злоба его против меня возникла впоследствии, из-за того, что, не раз безрезультатно протестуя против его действий, я захотел наконец получить расчет. Королевские послы и министры, с которыми мы находились в переписке, высказывали ему по адресу его секретаря такие похвалы, которые должны были бы польстить ему, но в его глупой голове производили обратное действие. В особенности не мог он никогда простить мне одну похвалу, полученную мною при важных обстоятельствах. Об этом стоит рассказать. Граф Монтегю до такой степени не стеснялся, что даже в субботу, день прибытия почти всех курьеров, уходил из посольства, не дожидаясь окончания работы. Беспрестанно подгоняя меня при отправке депеш королю и министрам, он наспех подписывал их и потом бежал не знаю куда, оставив большую часть писем неподписанными. Если это были простые сообщения, мне ничего не оставалось, как составлять из них сводку, но когда бумаги касались королевской службы, необходимо было, чтобы кто-нибудь их подписал, и подписывал я. Так поступил я, передавая одно важное сообщение, полученное нами от господина Венсана, королевского поверенного в делах в Вене. Это было в то время, когда князь Лобковец наступал на Неаполь, а граф Гаш провел достопамятное отступление, самую блестящую военную операцию за все столетия, о которой в Европе говорили слишком мало. В войне за австрийское наследство Лобковец, один из крупнейших австрийских генералов того времени, неоднократно наносил поражение Франции. Граф Гаш, командовавший испанской армией в 1743 году, разбил австрийцев в Ломбардии, но затем был вынужден отступить перед превосходящими силами неприятеля. Отступление провел очень искусно, сохранив свою небольшую армию. Сообщение гласило, что некий человек, приметы его господин Венсан нам подробно описывал, выезжает из Вены и должен проехать через Венецию, тайно направляясь в Абруццо, где ему поручено поднять народное восстание при приближении австрийцев. Абруццо, горная местность в центральной Италии. В отсутствие графа Монтегю, ничем не интересовавшегося, я передал это сообщение маркизу де Лопиталь. И так своевременно, что, может быть, бедному, столь осмеянному Жан-Жаку обязаны бурбоны сохранением неаполитанского королевства. Маркиз де Лопиталь был в то время французским послом в Неаполе. Жан-Жаку обязаны бурбоны. Эта шутка Руссо основана на исторических обстоятельствах борьбы Испании и Австрии за Неаполитанское королевство, которое Австрия уступила в 1736 году Испании, дому бурбонов, а в начавшейся войне пыталась вернуть себе. Маркиз де Лопиталь, поблагодарив, как подобало своего коллегу, заговорил с ним о его секретаре и об услуге, которую тот оказал общему делу. Граф Монтегю сознавая свое нерадение в этом вопросе, усмотрел в его похвале укор себе и с раздражением передал мне о ней. Таким же образом, как с маркизом де Лопиталем, хотя и по менее важному поводу, пришлось мне действовать и с графом де Кастелланом, послом в Константинополе. Для сношения с Константинополем не было другой почты, кроме курьеров, которых Сенат посылал от времени до времени к своему представителю. Об отбытии этих курьеров уведомляли французского посла, чтобы он мог написать таким путем своему коллеге, если считал нужным. Обычно уведомление это приходило за день или за два. Но с господином Монтегю так мало считались, что извещали его для виду за час, за два до отбытия курьера. Это не раз ставило меня в необходимость составлять депешу в его отсутствии. Господин де Костелан, отвечая, упоминал обо мне в лесных выражениях. Так же поступал в Генуе господин Джуанвиль. Вот новые поводы для обиды. Признаюсь, я не избегал случаев приобрести известность, хотя и не искал их с неуместным усердием. Я служил честно, и мне казалось вполне справедливым стремиться к естественной награде за хорошую службу, то есть к уважению со стороны тех, кто в состоянии судить о ней и награждать за нее. Не стану говорить о том, было ли мое усердие в исполнении своих обязанностей законным поводом для упреков со стороны посла. Скажу только, что это единственное, в чем он упрекнул меня до самого дня нашего разрыва. Его дом, который он никогда не мог поставить на хорошую ногу, наполнялся сбродом. С французами там обращались скверно, итальянцы брали верх. И даже из их среды верные служащие, давно состоявшие при посольстве, все были грубо уволены. Между прочим, его первый дворянин, который достался ему еще от графа де Фруле, и которого звали, кажется, граф Пеати, или что-то в этом роде. Первый дворянин, лицо, заведовавшее расходами и церемониями при короле или его представителе. Второй дворянин, назначенный по выбору господина де Монтегю, был бандит из Мантуи по имени Доминик Виталий. Второй дворянин, лицо для особых поручений. Посол поручил ему надзор за своим домом. Путем лукавства и низкой лести Виталий втерся к нему в доверие и сделался его любимцем к великому ущербу для немногих честных людей, еще служивших там, и для секретаря, стоявшего во главе их. Неподкупный глаз честного человека всегда беспокоит мошенников. Одного этого было бы достаточно, чтобы Виталий меня возненавидел. Но эта ненависть имела и другую причину, делавшую ее еще более непримиримой. Надо об этом рассказать, и пусть меня осудят, если я был неправ. посол согласно обычаю имел ложу во всех пяти театрах. Каждый день за обедом он говорил, в какой театр хочет пойти вечером. После него выбирал я, а затем дворяне распоряжались остальными ложами. Уходя, я брал с собой ключ от ложи выбранного мною театра. Однажды, в отсутствии Витали, я поручил выездному лакею, служившему мне, принести ключ от ложи в дом, который ему указал. Виталий, вместо того, чтобы прислать мне ключ, велел передать, что он распорядился ложей иначе. Я был тем более возмущен, что выездной лакей при всех доложил мне об этом. Вечером Виталий хотел извиниться передо мною, но я не принял его извинения. Завтра, милостивый государь, сказал я, вы придете принести мне извинения в назначенный час в тот дом, где я получил оскорбление и в присутствии людей, явившихся свидетелями его. Или же послезавтра, что бы ни случилось, заявляю вам, либо вы, либо я уйдем отсюда. Мой решительный тон произвел на него впечатление. Со свойственной ему низостью он явился в назначенное время и место публично просить у меня извинения. Но потихоньку принял свои меры. И, не переставая низко поклонствовать передо мной, повел такую итальянскую интригу, что, хотя не имел возможности принудить посла уволить меня, поставил меня в необходимость уволиться самому. Подобный негодяй, конечно, не был способен узнать меня, но он знал обо мне то, что было нужно для его целей. Он знал, что я слишком добродушно и мягко переношу невольные обиды, что я горд и нетерпим к умышленным оскорблениям, что я люблю приличие и достоинства там, где подобает, требуя должного к себе уважения и сам внимателен в проявлении его к другим. Пользуясь именно этим, он решил донять меня и добился своего. Все в доме он перевернул вверх дном. Он уничтожил то, что я старался поддерживать там — субординацию, чистоту, порядок. Дом, где нет женщины, требует довольно суровой дисциплины, чтобы там царила скромность, неотделимая от достоинства. Виталий скоро превратил дом посольства в очаг мерзости и разврата, в притон мошенников и кутил. Он уволил второго дворянина и на его место взял такого же сводника, каким был сам, содержателя бордели в Круа-де-Мальт. И оба эти прохвоста, действуя в полном согласии, предались распутству, равному их наглости. За исключением комнаты самого посла, где тоже царили не слишком строгие нравы, не было ни одного угла в доме, где бы порядочный человек мог себя чувствовать сносно. Так как его превосходительство не ужинал, вечером для нас, дворян и меня, был особый стол, за которым ели также аббат бини и пажи. В самой скверной харчевне кормят лучше, подают опрятней, приличней и накрывают стол менее грязной скатертью. Нам давали только одну маленькую свечу, сильно коптившую, оловянные тарелки, железные вилки. Полбеды еще было в том, что делалось тайно, но у меня отняли мою гондолу. Один среди всех посольских секретарей я был вынужден брать наемную гондолу или же ходить пешком. И я надевал форму служащего его превосходительства, только отправляясь в Сенат. Впрочем, все, что происходило в доме, было известно в городе. Все чиновники посольства открыто возмущались. Доминик, единственный виновник всего, кричал громче всех, отлично зная, что непристойное обращение с нами было для меня чувствительней, чем для кого-либо другого. Из всех в доме я один не говорил ничего за его стенами, но я горько жаловался послу и на остальных, и на него самого, так как натравливаемый из-под тишка своим злодеем, он наносил мне каждый день новое оскорбление. Мне приходилось много тратить, чтобы быть на одном уровне со своими собратьями и отвечать занимаемой должности, но я не мог добиться ни одного су из жалования. Когда я просил денег, он говорил о своем уважении и доверии ко мне, как будто этим можно наполнить кошелек и оправдать все расходы. Эти два бандита окончательно вскружили голову своему хозяину, а она и так держалась у него не особенно твердо, и разоряли его беспрестанными покупками редкостей по безумным ценам, уверяя его, что цены эти грошовые. Они уговорили его снять втридорога палаццо на Бренте и излишек платы разделили с владельцем. Бренто — река, впадающая в Адриатическое море возле Венеции. Апартаменты там, по обычаю страны, были инкрустированы мозаикой и украшены колоннами и пилястрами из великолепного мрамора. Господин де Монтегю гордо приказал закрыть все это еловой обшивкой, только на том основании, что так отделывают помещение в Париже. На подобном же основании он, единственный из всех посланников, находившихся в Венеции, отнял шпагу у своих пожей и жезл у выездных лакеев. Вот каков был человек, который возненавидел меня единственно за то, что я честно служил ему. Я терпеливо переносил его пренебрежение, грубость, дурное обращение, до тех пор, пока видел в них лишь проявление скверного характера и не замечал в них ненависти. Но как только я понял его сознательное намерение лишить меня уважение, которое я заслужил преданной службой, я решил уйти от него. Впервые я почувствовал его недоброжелательство в связи с обедом, который он собирался дать в честь герцога Моденского и его семьи, находившихся в Венеции. Он заявил мне, что я не получу места за столом. Во времена Руссо герцогство Моденское было одним из самостоятельных итальянских государств. Задетый за живое, я ответил ему без гнева, что раз я имею честь ежедневно обедать с ним, то если герцог Моденский требует, чтобы я воздержался от этого в его присутствии, достоинство его превосходительства и мой долг не позволяют согласиться на это. Как, сказал он, вспылив, «Мой секретарь, даже не дворянин, претендует на то, чтобы обедать с коронованной особой, когда мои дворяне не обедают с ней?» «Да, сударь», отвечал я, «должность, которую вы почтили меня, ваше превосходительство, настолько облагораживает меня, пока я ее занимаю, что я даже имею преимущество перед вашими дворянами или теми, кто так себя называет, и я принят там, куда они не могут иметь доступа. Вам известно, что в дни, когда вас принимают власти, этикет требует, согласно обычаю, установленному с незапамятных времен, чтобы я сопровождал вас в парадном мундире и имел честь обедать с вами во дворце святого Марка. И я не понимаю, почему человек, который может и должен публично обедать с дожем и сенатом Венеции, не может обедать частным образом с герцогом Моденским. Дворец святого Марка, местопребывания дожа, верховного правителя Венецианской республики, выбиравшегося пожизненно, наиболее старинными и богатыми купеческими семьями из их среды. Венецианская республика возникла и пережила свой расцвет в средние века. В эпоху Руссо она, находясь в упадке, все же представляла собой еще значительное государственное целое. Хотя аргумент был неопровержим, посол не сдался. Но нам не пришлось возобновить спор, так как герцог Моденский не приехал к нему обедать. С тех пор он не переставал причинять мне неприятности и нарушать мои права, стараясь лишить меня небольших привилегий, связанных с моей должностью, чтобы передать их своему дорогому Витали. И я уверен, что если б Монтегю осмелился послать его в Сенат вместо меня, он сделал бы это. Свои частные письма он писал обыкновенно у себя в кабинете, пользуясь услугами аббата Бини. Он воспользовался его помощью, чтобы написать господину Морепа донесение о деле капитана Оливе, где не только ни словом не упомянул обо мне, хотя я один занимался этим делом, но даже отнял у меня заслугу составления протокола, дубликат которого он послал в Париж, приписав его по Тизелю, не проронившему ни слова. Он хотел всячески унизить меня и услужить своему любимцу, но не имел намерения отделаться от меня. Он чувствовал, что меня будет не так легко заменить, как Фолло, который успел уже многое рассказать о нем. Ему непременно нужен был секретарь, который знал бы итальянский язык для ответа в Сенату, составлял бы все его депеши, вел все дела так, чтобы ему не приходилось ни во что вмешиваться и соединял бы достоинства хорошей работы с угодливостью ко всем его прощалыгам дворянам. И вот он хотел сохранить меня и укротить, удерживая вдали от моей и от своей родины, без средств для возвращения. И это, может быть, удалось бы ему, если бы он действовал осторожнее. Но Виталий, имевший другие виды, хотел принудить меня к решению и достиг своей цели. Как только я увидел, что трачу даром силы, что посол превращает в преступление все мои услуги, вместо того, чтобы быть за них признательным, что мне больше нечего ожидать от него, кроме неприятностей в посольстве и несправедливости вне его, и что вследствие дурной славы, которую он приобрел, его враждебные поступки могут мне повредить, а добрые не принесут пользы, я принял решение и потребовал у него расчет, предоставив ему время найти себе секретаря. Не ответив мне ни да, ни нет, он продолжал поступать по-прежнему. Видя, что нет никаких перемен к лучшему и что Монтегю не считает нужным искать кого бы то ни было на мое место, я написал его брату и, подробно изложив ему свои основания, просил добиться моего увольнения у его превосходительства, добавляя, что оставаться дольше я не в силах. Я долго ждал ответа. Положение мое становилось очень затруднительным. Но посол получил наконец письмо от своего брата. Наверное, письмо было резкое. Хотя Монтегю и был подвержен жестоким приступам гнева, я еще не видел у него подобного. Вслед за потоком отвратительных ругательств, не зная больше, что сказать, он обвинил меня в продаже его шифра. Я засмеялся и извительно спросил, уж не думает ли он, что во всей Венеции найдется человек достаточно глупый, чтобы дать за его шифр хотя бы ЭКЮ. Этот ответ привел его в ярость. Он сделал вид, что зовет своих слуг, чтобы выбросить меня в окно. До тех пор я был очень спокоен, но при такой угрозе гнев и возмущение овладели и мной. Я кинулся к двери и запер ее изнутри. Нет, граф, сказал я, возвращаясь к нему твердым шагом, ваши слуги не вмешаются в это дело. Будьте довольны, что оно разрешится между нами. Мой поступок, мой вид утихомирили его в тот же миг. Было заметно, что он удивлен и испуган. Увидав, что он опамятовался, я опростился с ним в немногих словах. Потом, не дожидаясь ответа, открыл дверь, вышел и хладнокровно прошел в переднюю мимо его слуг, которые встали, как обычно, и, кажется, оказали бы физическую поддержку скорее мне против него, чем ему против меня. Даже не заглянув в свою комнату, я сейчас же спустился по лестнице и немедленно покинул дворец, чтобы больше туда не возвращаться. Я направился прямо к Леблону и рассказал ему о случившемся. Он не очень удивился, так как хорошо знал того, о ком шла речь. Он оставил меня обедать. Этот обед, хотя импровизированный, был блестящ. Все видные французы, жившие в Венеции, присутствовали на нем, у посла же не было ни души. Консул рассказал о моем деле всей компании. При этом рассказе раздался общий крик негодования против его превосходительства. Он не рассчитался со мной, не дал мне ни одного сух, и, оставшись всего-навсего с несколькими луидорами, я не знал, как мне вернуться во Францию. Все кошельки открылись для меня. Я взял цехинов двадцать у господина Леблона, столько же у господина де Сен-Сира, с которым после консула был ближе всего, остальных я поблагодарил. В ожидании отъезда я поселился у правителя канцелярии консульства, чтобы ясно показать этим обществу, что нация не является соучастницей в несправедливостях посла. Последний в ярости от того, что меня чествуют в моей беде, а от него отвернулись, хотя он и посол, окончательно потерял голову и повел себя как бешеный. Он до того забылся, что вошел в Сенат с докладом, требуя моего ареста. По совету Аббата Бини я решил остаться еще на две недели, вместо того, чтобы ехать через день, как предполагал. Все видели и одобряли мое поведение. Всюду меня уважали. Сеньория даже не удостоила ответом нелепую записку посла и передала мне через консула, что я могу оставаться в Венеции, сколько мне заблагорассудится, не опасаясь действий сумасшедшего Монтегю. Я продолжал видеться со своими друзьями. Пошел проститься с послом Испании, который принял меня очень хорошо, и с графом Финокьетти, неаполитанским министром. Последнего я не застал, но написал ему, и он ответил мне самым любезным письмом. Я наконец уехал, не оставив, несмотря на мои стесненные обстоятельства, никаких долгов, кроме только что упомянутых небольших займов и долго в 50-й кю торговцу Муранди. Каррио взял на себя уплату этих денег, и я так и не вернул их ему, хотя мы с ним после этого часто встречались. Но что касается двух вышеуказанных займов, я полностью уплатил их, как только это оказалось для меня возможным. Прежде чем расстаться с Венецией, надо упомянуть о развлечениях этого города или по крайней мере о том незначительном участии, которое я принимал в них во время своего пребывания там. При описании моей юности уже видели, как мало искал я свойственных этому возрасту удовольствий или во всяком случае тех, которые считаются таковыми. В Венеции я не изменил своих привычек, а мои занятия, которые, кстати сказать, помешали бы мне их изменить, придали остроту простым развлечениям, какие я себе позволял. Первым и самым приятным из них было общество достойных людей, господ Леблона, де Сенсира, Карио, Альтуны, и одного дворянина из Форли. К большому моему сожалению, я забыл его фамилию, но милые воспоминания о нем каждый раз вызывают во мне волнение. Из всех, кого я знал в своей жизни, он был наиболее близок мне по духу. Мы оба дружили с двумя тремя англичанами, умными и начитанными, любившими музыку так же страстно, как мы. У всех этих господ были жены или приятельницы, или любовницы, последние почти все обладали талантом, и у них устраивались музыкальные вечера или балы. Там играли тоже, но очень мало. Живые интересы, таланты, спектакли делали для нас это занятие бессмысленным. Карты прибежища скучающих людей. Я вывез из Парижа предвзятое мнение французов об итальянской музыке, но у меня было природное музыкальное чутье, против которого предубеждения бессильны. Вскоре у меня появилось к итальянской музыке влечение, возникающее у каждого, кто способен судить о ней. Слушая Баркароллы, я находил, что до сих пор не слыхал настоящего пения. И скоро я так увлекся оперой, что, устав болтать, есть и играть в ложах, когда мне хотелось бы только слушать, я часто скрывался от своей компании и переходил в другую ложу. Там совсем один, запершись на ключ, я без помехи наслаждался спектаклем и, несмотря на его продолжительность, всегда оставался до конца. Однажды в театре Сен-Кризус Том я заснул и крепче, чем спал бы в своей постели. Бурные и блестящие арии меня не разбудили. Но кто бы мог выразить восхитительные ощущения, которые вызывали во мне нежная мелодия и ангельские напев той арии, что разбудила меня. Какое пробуждение, какое очарование, какой экстаз, когда в одно мгновение у меня открылись и уши, и глаза. Первой моей мыслью было, что я в раю. Я все еще помню эту восхитительную арию и никогда не забуду ее. Начиналась она так. Сохрани мне красавицу, воспламенившую мое сердце. Мне захотелось иметь эту арию. Я достал ее и долго берег. Но она была иной на бумаге, чем в моей памяти. Это были те же ноты, но не то же самое. Эта дивная ария могла исполняться только в моей голове, как было в тот день, когда она разбудила меня. Музыка, на мой взгляд, далеко превосходящая оперную и не имеющая себе равной ни в Италии, ни в остальном мире, это музыка Сколе. Сколе благотворительное учреждение, основанное для того, чтобы дать образование нуждающимся молодым девушкам, которым республика впоследствии дает приданное при вступлении либо в брак, либо в монастырь. Среди талантов, которые Сколе развивают в молодых девушках, музыкальный на первом месте. По воскресеньям в церкви каждый из четырех венецианских Сколе за вечерний можно слушать мотеты для полного хора и оркестра, творения величайших итальянских мастеров, исполняемые под их управлением, причем в хоре на трибунах, закрытых решетками, поют исключительно девушки, старшие из которых нет и двадцати лет. Я не могу представить себе ничего более упоительного, более трогательного, чем эта музыка. Художественное богатство, изысканный стиль песнопений, красота голосов, правильность исполнения, все в этих концертах, лишенных театрального блеска, но восхитительных, соединяется для того, чтобы произвести впечатление, от которого едва ли хоть одно человеческое сердце может быть ограждено. Мы с Карио ни разу не пропустили воскресные вечерни у Мэнди Канти. Нищенствующие монахи, объединенные в несколько орденов, здесь имеется в виду одна из их церквей. И не мы одни. Церковь всегда была полна любителей музыки. Даже оперные певцы приходили совершенствоваться в настоящем искусстве пения по этим прекрасным образцам. Но меня приводили в отчаяние проклятые решетки, пропускавшие только звуки и скрывавшие от меня ангелов красоты, несомненно достойных этой гармонии. Я не мог говорить ни о чем другом. Однажды, когда я заговорил об этом у господина Лоблона, он сказал, если вам так хочется посмотреть на этих девочек, ваше желание легко удовлетворить. Я один из попечителей учреждения и приглашу вас к ним на чашку чая. Я не давал ему покоя, пока он не исполнил своего обещания. При входе в гостиную, где находились столь желанные красавицы, меня охватил трепет любви, еще никогда не испытанный мною. Леблон представил мне одну за другой этих знаменитых певиц, имена и голоса которых были все, что я знал о них. Подойдите, София. Она была ужасна. Подойдите, Каттина. Она была крива на один глаз. Подойдите, Беттина. Оспа изуродовала ее. Почти ни одной не было без какого-нибудь заметного недостатка. Палач смеялся над моим жестоким разочарованием. Две или три все же показались мне сносными. Они пели только в хоре. Я был в отчаянии. За столом с ними стали шутить. Они развеселились. Отсутствие красоты не исключает привлекательности. Я находил ее в этих девушках. Я говорил себе, нельзя так петь, не имея души. Она у них есть. Наконец, мое мнение о них так изменилось, что я ушел почти влюбленный во всех этих дурнушек. Я едва решился опять пойти послушать их за вечерней, но вскоре я воспрянул духом. Их пение по-прежнему восхищало меня, и голоса так скрашивали их лица, что пока они пели, я упорно, наперекор воспоминанию, воображал их прекрасными. Музыка в Италии стоит так дешево, что нет смысла лишать себя ее, если ее любишь. Я взял на прокат клавесин, и за гроши ко мне приходили четыре или пять оркестрантов, с которыми я раз в неделю исполнял отрывки, доставившие мне наибольшее удовольствие в опере. Я заставил их также сыграть несколько симфонических отрывков из моих галантных мус, потому ли, что они понравились, или из желания мне польстить, но балетмейстер театра Сен-Жан Кризустом велел попросить у меня два из них, и я имел удовольствие услышать их в исполнении прекрасного оркестра, а танцевала их некая Беттина, хорошенькая и, главное, милая девушка, бывшая на содержании у одного испанца, нашего приятеля по фамилии Фагоаго. Потом мы часто проводили у нее вечера. Что касается веселых девиц, то не в таком городе, как Венеция, воздерживаются от них. И меня могли бы спросить, неужели вам не в чем признаться по этому поводу? Да, действительно, я могу кое-что рассказать, и я приступлю к этому признанию с той же искренностью, какую проявил в других. Я всегда испытывал отвращение к публичным женщинам. А в Венеции только они были мне доступны, так как вход в большинство семейных домов мне был закрыт ввиду моей должности. Дочерей господина Леблона я считал очень привлекательными, но недосягаемыми. И я слишком уважал их отца и мать, чтобы мне могло прийти в голову желать этих девиц. Больше всего мне нравилась молодая особа по фамилии де Катанео, дочь представителя прусского короля. Но в нее был влюблен Каррио. Шла даже речь о браке. Он был человек со средствами, я же не имел ничего. Он получал сто луидоров жалования, а я всего сто пистолей. И помимо того, что я не хотел перебивать дорогу приятелю, я прекрасно знал, что нигде, и особенно в Венеции, с таким тощим кошельком не следует брать на себя роль ухаживателя. Я не потерял пагубной привычки обманывать свои потребности. Слишком занятый, чтобы сильно чувствовать те из них, которые сообщает климат, я прожил около года в этом городе так же благоразумно, как жил в Париже, и уехал оттуда через полтора года, сблизившись с другим полом только дважды, при странных обстоятельствах, о которых расскажу. Первый случай был мне предоставлен почтенным дворянином Виталия. Через некоторое время после извинения, которое я заставил его официально принести мне. За столом шел разговор о венецианских развлечениях. Эти господа упрекали меня в равнодушии к самому соблазнительному из них, прославляя любезность венецианских куртизанок и говорили, что во всем мире нет равных им. Доминик заявил, что я непременно должен познакомиться с самой прелестной из них, что он хочет свести меня к ней и что я останусь доволен. Я засмеялся в ответ на это милое предложение, а граф Пиати, человек уже старый и почтенный, сказал с откровенностью неожиданной у итальянца, что он считает меня слишком благоразумным, чтобы позволить своему врагу вести себя к веселым девицам. Действительно, у меня не было ни намерения, ни соблазна. Но, несмотря на это, вследствие непоследовательности, которую мне самому трудно понять, я в конце концов поддался уговорам, вопреки своей привычке, своему сердцу, разуму, даже против своей воли, исключительно по слабости и стыда выказать боязнь и, как говорят, в той стране, чтобы не прослыть слишком трусливым. Подуанка, к которой мы отправились, была довольно хороша с собой, даже красива, но не той красотой, какая нравится мне. Доминик оставил меня у нее. Я велел подать шербет, попросил ее спеть и через полчаса решил уйти, оставив на столе дукат. Но на нее напала странная щепетильность, не позволявшая взять деньги, не заработав их, а на меня странная глупость устранить повод к этой щепетильности. Я вернулся во дворец, до такой степени уверенный в беде, что первым моим шагом было послать за врачом, чтобы попросить у него лекарства. Ничто не может сравниться с нравственным мучением, которое я испытывал в течение трех недель, хотя никакой действительный недуг, ни один видимый признак не оправдывал моих опасений. Я не мог себе представить, чтобы можно было выйти из объятий подуанки безнаказанно. Даже врачу стоило невероятных усилий меня успокоить. Он достиг этого, только уверив меня, что я устроен особенным образом и нелегко могу заразиться. И хотя я подвергал себя испытанию, быть может, меньше всякого другого мужчины, мое здоровье, с этой стороны никогда не получавшее удара, служит мне доказательством, что врач был прав. Его мнение, однако, не сделало меня безрассудным. И если я действительно одарен таким преимуществом от природы, то могу сказать, что никогда им не злоупотреблял. Второе мое приключение, тоже с веселой девицей, было совершенно в другом роде, и по началу, и по последствиям. Я говорил, что капитан Оливе дал мне обед у себя на борту, и что я привел туда секретаря испанского посольства. Я ждал пушечного салюта. Экипаж встретил нас, взяв на караул, но ни одного фитиля не было зажжено, что очень обидело меня за карио, так как я видел, что это задело его. И действительно, на торговых судах приветствовали пушечным салютом людей, которые, конечно, не могли равняться с нами. К тому же я считал, что заслуживаю известного внимания со стороны капитана. Я не скрыл своих чувств, потому что никогда не умею этого делать. И хотя обед был очень хорош, и Оливе очень радушно нас угощал, я сел за стол в дурном расположении духа, ел мало, а говорил еще меньше. Я ожидал залпа, по крайней мере, при первом тосте. Ничего. Каррио, читавший у меня в душе, смеялся, видя, что я дуюсь, как ребенок. Во время обеда я заметил приближающуюся гондолу. — Ну, сударь, говорит мне капитан, берегитесь, это неприятель. Я спрашиваю, что он хочет сказать. Он отвечает шуткой. Гондола причаливает, из нее выходит молодая женщина, ослепительная, очень кокетливо одетая и очень ловкая. В три прыжка она очутилась в каюте, и я увидел ее рядом с собой, прежде чем для нее поставили прибор. Она была столь же очаровательна, сколь резва, брюнетка лет двадцати, не больше. Она говорила только по-итальянски. Одного звука ее голоса было бы достаточно, чтобы вскружить мне голову. Не переставая есть и болтать, она пристально с минуту смотрит на меня, потом воскликнув пресвятая дева. Ах, мой дорогой Бремон, как давно я тебя не видела! Бросается ко мне на грудь, прижимает свои губы к моим и душит меня в объятиях. Ее большие и черные восточные глаза метали мне в сердце огненные стрелы. И хотя неожиданность сначала сбила меня с толку, упоение очень быстро овладело мной до такой степени, что, несмотря на зрителей, красавицы самой пришлось меня сдерживать, потому что я был опьянен, или, вернее, пришел в выступление. Заметив, что довела меня до такого состояния, она немного умерила свои ласки, но не свою резвость. И когда сочла нужным объяснить нам причину своего порыва, действительную или вымышленную, сказала, что я, как две капли воды, похож на господина Дебремона, начальника тосканских таможен, что она была без ума от этого господина Дебремона, что она без ума от него до сих пор, что бросила его, потому что была дура, что заменяет его мной, что хочет любить меня, потому что ей так нравится. Что я должен по той же причине любить ее до тех пор, пока это ей не надоест, и что когда она меня бросит, я должен буду перенести это терпеливо, как поступил ее дорогой Бремон. Сказано, сделано. Она завладела мной, как своей собственностью, давала мне на сохранение своей перчатки, свой веер, свой кинда, свой головной убор. Приказывала мне идти туда-то, делать то-то, и я повиновался. Она верила мне пойти отпустить ее гондолу, потому что желает воспользоваться моей, и я пошел. Она верила мне встать с места и попросить Каррио сесть с ней рядом, потому что ей нужно с ним поговорить, и я исполнил это. Они очень долго разговаривали между собой в полголоса. Я не мешал им. Она позвала меня, я вернулся. Послушай, Джанетто, сказала она мне. Я не хочу, чтобы меня любили на французский лад. Да это было бы бесполезно. Как только тебе наскучит, убирайся. Но не оставайся наполовину, предупреждаю тебя. После обеда мы отправились осматривать стеклянную фабрику в Мурано. Она накупила множество безделушек, за которые без стеснения предоставила нам платить. Но сама она давала повсюду на чай и гораздо больше того, что истратили мы. Судя по безразличию, с каким она сорила собственными деньгами и заставляла нас сорить нашими, было видно, что они не имеют для нее никакой цены. Если она заставляла платить ей... Мне кажется, это было скорее из тщеславия, чем из жадности. Она гордилась ценой, которой покупали ее благосклонность. Вечером мы проводили ее домой. Во время беседы я увидел у нее на туалете два пистолета. «А, — сказал я, взяв один из них, — вот пудреница нового фасона. Нельзя ли узнать, зачем это вам? Ведь у вас есть другое оружие, более губительное». После нескольких шуток в том же роде она сказала нам с наивной гордостью, придававшей ей еще больше прелести. Когда я бываю уступчиво с людьми, которых не люблю, я заставляю их платить за то, что они нагоняют на меня скуку. Что может быть справедливей? Я терплю их ласки, но не хочу терпеть их оскорблений и не дам промаха, стреляя в того, кто промахнулся, обидев меня. Уходя, я условился о свидании на другой день. Я не заставил ее ждать. Я застал ее в интимном наряде, в более чем легкомысленном наряде, какие известны только в южных странах и которые я не доставлю себе удовольствия описывать, хотя слишком хорошо его помню. Скажу только, что рукавчики и ворот были обшиты шелковым шнурком с помпонами розового цвета. Мне показалось, что это оживляет тона прекрасной кожи. Впоследствии я заметил, что это было модой в Венеции, и эффект ее так очарователен, что я удивляюсь, как эта мода не перешла во Францию. У меня и представления не было об ожидавших меня наслаждениях. Я уже рассказывал о госпоже Деларнаш с восторгом, иногда пробуждающимся во мне при воспоминании о ней. Но как она была стара, некрасива и холодна по сравнению с моей Джульеттой? Не пытайтесь представить себе прелесть и грацию этой обольстительной девушки. Вы будете слишком далеки от истины. Юные девственницы в монастырях менее свежие, красавицы сирали менее резвы, райские гурии менее обольстительны. Никогда столь нежное наслаждение не было доступно сердцу и чувствам смертного. Ах, если бы только я сумел упиться им безраздельно и вполне хоть одно мгновение! Я упивался им, но без очарования. Я ослаблял все его прелести. Я убивал их без всякого повода. Нет, природа не создала меня для наслаждения. Она влила в мою безумную голову отраву того невыразимого счастья, жажду которого вложила в мое сердце. Если в жизни моей было обстоятельство, ясно рисующее мой характер, то именно тот случай, о котором я расскажу. Сила, с которой я в эту минуту держу в памяти цель моей книги, заставит меня здесь пренебречь ложной пристойностью, которая помешала бы мне эту цель осуществить. Кто бы ни были вы, желающие узнать человека, осмельтесь прочесть следующие две-три страницы. Вы до конца узнаете Жан-Жак Руссо. Я входил в комнату куртизанки, как в святилище любви и красоты, а в самой девушке видел обитающее там божество. Никогда не поверил бы, что можно без почтительности и уважения чувствовать что-либо подобное тому, что она заставила меня испытать. Едва я узнал при первой близости прелесть ее лаской очарования, как, заранее страшась потерять их плод, я захотел поспешно сорвать его. И вдруг вместо пожирающего меня пламени я чувствую, как смертельный холод течет по моим жилам. Ноги у меня подкашиваются, и, близкий к обмороку, я сажусь и плачу, как ребенок. Кто бы мог угадать причину моих слез и мысли, проносившиеся у меня в голове в эту минуту? Я говорил себе, это существо, которым я владею, дивное произведение природы и любви, ее душа, тело, все совершенно. Она так же добра и великодушна, как обаятельна и прекрасна. Великие мира сего, властители должны бы быть ее рабами. Скипетры должны бы быть у ее ног. Между тем, вот кто она. Несчастная распутница, доступная всем. Капитан торгового корабля обладает ею. Она бросается на шею мне, хотя знает, что у меня ничего нет, мне, чьи достоинства, о которых она и знать не может, не имеют для нее никакой цены. В этом есть что-то непостижимое. Или сердце мое заблуждается, обманывает мои чувства и делает меня игрушкой низкой твари? Или какой-то тайный недостаток, неизвестный мне, разрушает действие ее чар и делает ее отталкивающей для тех, кто должен был оспаривать ее друг у друга? Я принялся искать этот недостаток. Со странным внутренним напряжением. Но мне даже в голову не пришло, что дурная болезнь может играть здесь роль. Свежесть ее тела, яркость ее румянца, белизна зубов, нежность дыхания, ощущение чистоты, исходящее от всего ее существа. Так далеко отгоняли от меня эту мысль, что еще не избавившись от опасений, терзавших меня после свидания с подуанкой, я скорее страшился, что недостаточно здоров для той, с которой был теперь. И я твердо убежден, что на этот раз моя доверчивость не обманывала меня. Столь уместные размышления возволновали меня до слез. Джульетта, для которой это было, конечно, совсем новым зрелищем при подобных обстоятельствах, первую минуту была в недоумении. Но, обойдя комнату и взглянув в зеркало, она поняла, что отвращение не играло роли в такой причуде, а глаза мои подтвердили это. Ей нетрудно было излечить меня и стереть следы моего маленького позора. Но в то мгновение, когда я готов был замереть от восторга на этой груди, которая, казалось, впервые испытывала прикосновение мужских губ и рук, я заметил, что у нее один сосок меньше другого. Я прихожу в ужас, рассматриваю, и, мне кажется, вижу, что этот сосок и сформирован не так, как другой. И вот я ломаю себе голову, как можно иметь неправильный, уродливый сосок. И, уверенный, что это связано с каким-то важным природным недостатком, беспрестанно переворачивая эту мысль в голове, я вижу ясно, как днем, что под видом самой очаровательной женщины, какую я мог себе представить, я держу в объятиях какое-то чудовище, отверженное природой, людьми и любовью. Я дошел в своей глупости до того, что заговорил с ней об этой странной особенности. Она приняла это сначала как шутку и, по своему игривому характеру, стала говорить и делать такие вещи, что я готов был умереть от любви. Но, храня в душе беспокойство, я не мог его скрыть, и, наконец, Джульетта покраснела, оправила корсаж, поднялась и, не говоря ни слова, стала у окна. Я хотел встать около нее. Она отошла, села на кушетку, поднялась через минуту и, прохаживаясь по комнате с веером, сказала мне холодным и презрительным тоном «Джанетту, оставь женщин и займись математикой». Перед уходом я просил ее о другом свидании, «На завтра». Но она перенесла его на третий день, добавив с иронической улыбкой, что мне, наверное, нужен отдых. Я провел это время в болезненном беспокойстве. Сердце мое было полно ее очарованием и грацией. Я понимал свое сумасбродство, упрекал себя за него, сожалея, что так плохо воспользовался минутами, проведенными с нею, тогда как только от меня зависело сделать их самыми сладостными в моей жизни и нетерпеливо ждал мгновения, которое позволит мне вернуть все, что я потерял. Хотя меня все же тяготила мысль, что совершенство этой обаятельной женщины служит ее презренному ремеслу. Я побежал, полетел к ней в условленный час. Не знаю, насколько это посещение могло бы удовлетворить ее пылкий темперамент. Ее тщеславие, во всяком случае, было бы удовлетворено. И я заранее предвкушал восхитительное удовольствие доказать ей всеми способами, как я умею заглаживать свою вину. Она избавила меня от этого испытания. Подъехав, я послал к ней гондольера, и он принес мне известие, что накануне она уехала во Флоренцию. Если я не чувствовал всей своей любви, обладая этой женщиной, я почувствовал мучительный прилив любви, потеряв ее. Безумное сожаление не покидало меня. Как не была она мила, очаровательна в моих глазах! Я мог бы утешиться, что лишился ее, но, признаюсь, я не мог утешиться, что она сохранила обо мне лишь презрительные воспоминания. Вот обе мои истории. Полтора года, что я провел в Венеции, не принесли мне больше ничего, о чем стоило бы рассказать. Разве только об одном моем замысле. Каррио любил женщин. Наскучив всегда ходить к женщинам, у которых была связь с другими, он забрал себе в голову завести любовницу. И так как мы были неразлучны, он предложил мне нередкий в Венеции способ, заключавшийся в том, чтобы содержать одну любовницу на двоих. Я согласился. Вопрос был в том, чтобы найти такую, которая не внушала бы опасений. Он искал до тех пор, пока не откопал девочку лет одиннадцати-двенадцати, которую недостойная мать хотела продать. Мы пошли вместе посмотреть ее. Сердце мое сжалось при виде этого ребенка. Она была белокурая и кроткая, как ягненок. Ее никак нельзя было принять за итальянку. Жизнь в Венеции очень дешево. Мы дали матери немного денег и позаботились о содержании дочери. У нее был голос. Чтобы ее талант мог стать для нее источником заработка, мы купили ей спинет и наняли учителя пения. Спинет — маленький клавесин. Все это стоило каждому из нас около двух цехинов в месяц и притом избавляло от других расходов. Но так как надо было ждать, чтобы она созрела, это значило сеять для того, чтобы долго дожидаться жатвы. Однако, довольные тем, что можно ходить по вечерам, беседовать и совсем невинно играть с этим ребенком, мы развлекались, быть может, ничуть не хуже, чем если б обладали ею. Как справедливо, что больше всего привязывает нас к женщинам не столько разврат, сколько особая приятность жить возле них. Незаметно мое сердце привязалось к маленькой Анзолетте, но отеческой привязанностью, в которой чувственность имела так мало места, что по мере того, как привязанность росла, мне становилось все менее возможным примешивать к ней вожделение. Я предвидел, что сближение с этой девушкой, когда она созреет, было бы для меня ужасным, как самое гнусное кровосмешение. Я видел, что чувства доброго карио незаметно для него принимают то же направление. Не думая об этом, мы готовили себе наслаждения не менее упоительные, чем те, какие сначала имели в виду, и я убежден, что как бы красиво ни стало впоследствии эта бедная девочка, мы не только не стали бы ее развратителями, но были бы ее защитниками. Событие, происшедшее вскоре после этого, не дало мне времени принять участие в этом добром деле, и потому я могу похвалить себя только за благие намерения. Вернемся к моему путешествию. После ухода от господина де Монтегю, моим первым намерением было отправиться в Женеву и ждать, чтобы более благосклонная судьба, устранив препятствие, могла соединить меня с моей бедной маменькой. Но шум, вызванный моей ссорой с Монтегю, и то, что он имел глупость написать о ней двору, заставили меня принять решение самому поехать в Париж, отдать отчет в собственных поступках и пожаловаться на поступки безумца. О своем решении я сообщил из Венеции господину Дютейлю, временно управляющему министерством иностранных дел после смерти господина Амло. Я отправился тотчас же вслед за своим письмом. Проехал в Бергаму, Кому и Домо-де-Соло, перевалил через Симплон. В Сионе господин де Шиньон, французский поверенный в делах, осыпал меня знаками внимания. В Женеве господин де Лаклозюр сделал то же самое. Там я возобновил знакомство с Дегов Куром, с которого мне следовало получить небольшую сумму. Я проехал через Неон, не повидав отца. Хоть это и было мне до крайности тяжело, но я боялся показаться на глаза моей мачехи после постигшей меня беды, уверенной, что она осудит меня, не пожелав выслушать. Книготорговец Дювильяр, старинный друг моего отца, жестоко упрекал меня за этот поступок. Я объяснил ему причину, и чтобы искупить свою вину, не подвергаясь встрече с мачехой, я взял карету, и мы отправились вместе в Неон, где остановились в трактире. Дювильяр пошел за моим отцом, который сейчас же прибежал обнять меня. Мы поужинали вместе, и, проведя милый моему сердцу вечер, я на следующее утро вернулся в Женеву с Дювильяром, навсегда сохранив к нему благодарность за сделанное им тогда для меня добро. Кратчайший для меня путь лежал не через Леон. Но я хотел побывать там, чтобы удостовериться в одном гадком мошенничестве господина де Монтегю. Я выписал из Парижа маленький ящик, в котором был шитый золотом камзол, несколько пар манжет, шесть пар белых шелковых чулок и больше ничего. По предложению самого де Монтегю я велел присоединить этот ящик, вернее, эту коробку, к его багажу. В аптекарском счете, представленном мне вместо уплаты моего жалования и написанном собственной рукой Монтегю, он указал, что эта коробка, которую он назвал тюком, весят одиннадцать квинталов и поставил огромную цену за провоз ее. Квинтал — старинная мера веса, в описываемую эпоху, равная пятидесяти килограммам. Современный квинтал равен ста килограммам. Благодаря хлопотам господина Буа-де-Ла-Тур, которому меня направил его дядя, господин Роген, было установлено по спискам Лионской и Марсельской таможен, что так называемый тюк весит всего сорок пять фунтов, и что оплата была произведена в соответствии с этим весом. Я присоединил подлинную выписку к счету господина де Монтегю и, вооружившись этими документами и некоторыми другими столь же вескими, отправился в Париж, горя нетерпением пустить их в ход. Во время этого длинного путешествия у меня были маленькие приключения в Комо, Вале и других местах. Я многое увидел и, между прочим, Буромейские острова, которые стоило бы описать. Живописная группа из четырех островов на озере Лаго Маджоре Но времени у меня было мало. Шпионы преследуют меня. Я вынужден делать наскоро и плохо работу, требующую досуга и спокойствия, которых у меня нет. Если когда-либо проведение, обратив на меня свой взор, пошлет мне, наконец, более спокойные дни, я посвящу их тому, чтобы переработать, если сумею, этот труд или снабдить его, по крайней мере, приложением, в котором, я чувствую, он очень нуждается. Я отказался от этой мысли, примечание Руссо. Слухи о моей истории опередили меня, и по приезде в Париж я обнаружил, что в канцеляриях и в широкой публике все возмущены дикими выходками посла. Несмотря на это, несмотря на общее возмущение в Венеции, несмотря на неопровержимые доказательства, представленные мною, я не мог добиться справедливости. Я не только не получил удовлетворения или возмещения, но был предоставлен усмотрению посла в отношении жалования, и все это на единственном основании, что, не будучи французом, я не имею права на покровительство Франции, и моя ссора с Монтегю — частное дело между ним и мной. Все были согласны со мной в том, что я оскорблен, обманут, несчастен, что посол — злой самодур, самоуправец, и что все это навсегда его обесчестило, но что поделаешь, он посол, а я только секретарь. Законный порядок, или то, что носит это название, требовал, чтобы я не добился справедливости, и я не добился ее. Я воображал, что если стану кричать и публично отзываться об этом безумце, как он того заслуживает, будут приняты меры для того, чтобы я замолчал. А мне только этого и надо было. Я твердо решил умолкнуть, когда будет вынесено решение. Но в то время не было министра иностранных дел. Мне предоставили злословить, меня даже поощряли, мне подпевали хором. Однако дело не двигалось с места, и, наконец, наскучив тем, что все признают меня правом, но отказывают мне в правосудии, я упал духом и бросил все. Единственным лицом, плохо принявшим меня, хотя я меньше всего ожидал от нее несправедливости, была госпожа де Безанваль. Полная предрассудков относительно прерогатив ранга и знати, она никак не могла согласиться с тем, что посол мог быть виноват перед своим секретарем. Прием, оказанный ею мне, соответствовал этому предрассудку. Меня это так обидело, что, уйдя от нее, я написал ей письмо, может быть, одно из самых сильных и резких писем, какие мне когда-либо приходилось писать, и с тех пор больше никогда не бывал у нее. Отец Костель принял меня лучше, но сквозь его иезуитскую льстивость я разглядел, что он довольно точно следует одному из великих правил их ордена, заключающемуся в том, чтобы всегда приносить слабого в жертву сильному. Глубокое убеждение в своей правоте и врожденная гордость не позволили мне покорно снести эту предвзятость. Я перестал бывать у отца Костеля и тем самым общаться с иезуитами, из которых хорошо знал только его. К тому же властный и склонный к интригам характер его собратьей, столь непохожий на благодушие доброго отца Эмме, так отдалял меня от них, что я с тех пор не видался ни с кем из их среды, если не считать отца Бертье, которого встречал два-три раза у господина Дюпена, когда он изо всех сил трудился с ним над опровержением Монтескье. Монтескье, Шарль де Сегонде, барон, 1689-1755, знаменитый французский публицист, автор персидских писем и духа законов, один из крупнейших предвестников Первой французской буржуазной революции, представлявший правое крыло энциклопедистов. Бертье, ученый иезуит, боровшийся с влиянием энциклопедистов, и главный откупщик Дюпен после выхода в свет духа законов выпустили брошюру, содержавшую ожесточенную критику этого сочинения. Чтобы больше не возвращаться к Монтегю, я покончу с тем, что мне еще остается рассказать о нем. Во время наших размолвок я однажды сказал, что ему нужен не секретарь, а писарь-ходатай по делам. Он последовал этому совету и действительно сделал моим преемником настоящего ходатая, который, прослужив меньше года, украл у него двадцать или тридцать тысяч ливров. Видимо, один из полученных им выговоров касался его ссоры со мной. Вскоре после возвращения он прислал ко мне своего дворецкого, чтобы рассчитаться со мной и дать мне денег. В то время я испытывал нужду в них. Мои венецианские долги, долги чести, в полном смысле слова, тяготили меня. Я ухватился за открывающуюся возможность уплатить их, так же, как и по векселю Джанетту Нане. Я взял ту сумму, какую мне захотели дать, уплатил свои долги и остался по-прежнему без гроша, но избавился от невыносимой тяжести. С тех пор я ничего не слышал о господине де Монтегю до самой его смерти, о которой мне сообщила молва. Боже, упокой в мире этого беднягу! Он так же подходил к должности посла, как я в детстве к ремеслу крючкотвора. Между тем, только от него самого зависело держаться с достоинством, пользуясь моими услугами, и быстро продвинуть меня к тому положению, для которого граф де Гувон предназначал меня, когда я был молод, и к которому в более зрелом возрасте я сам сделал себя пригодным. Безнадежность моих справедливых жалоб оставила у меня в душе зачаток возмущения против наших глупых гражданских установлений, которые подлинное общественное благо и настоящую справедливость всегда приносят в жертву какому-то мнимому порядку, ибо в действительности он нарушает всякий порядок и только усиливает притеснение слабых и беззакония сильных санкций общественной власти. Два обстоятельства помешали тогда этому зачатку возмущения развиться, как это произошло впоследствии. Первое заключалось в том, что дело касалось меня самого, и личный интерес, никогда не создающий ничего великого и благородного, не мог зажечь в моем сердце божественных порывов, порождаемых только чистой любовью к справедливому и прекрасному. Вторым было обаяние дружбы, которое умеряло и успокаивало мой гнев влиянием чувства более кроткого. Я познакомился в Венеции с одним бискайцем, другом моего друга Карио, достойным уважения со стороны всякого порядочного человека. Этот милый юноша, рожденный с задатками всяческих талантов и добродетелей, объездил всю Италию, чтобы развить в себе вкус к изящным искусствам, и вообразив, что больше ему уже нечему учиться, хотел вернуться прямым путем на родину. Я сказал ему, что искусство — только отдых для такого таланта, как он, созданного для занятий науками. И посоветовал для приобретения вкуса к таким занятиям еще попутешествовать и прожить месяцев шесть в Париже. Он поверил мне и отправился в Париж. Когда я туда приехал, он был там и ждал меня. Его квартира была слишком велика для него. Он предложил мне занять половину. Я согласился. Я застал его в разгаре увлечения высокими науками. Для него не было ничего недосягаемого. Он пожирал и переваривал все с чудесной быстротой. Как он благодарил меня за то, что я доставил пищу его уму, который терзался жаждой знания, сам об этом не подозревая. Какие сокровища познаний и добродетелей нашел я в этой сильной душе. Я почувствовал, что встретил, наконец, друга, какой мне нужен. Мы близко сошлись. Наши вкусы были не одинаковы. Мы всегда спорили. Оба упрямые. Мы никогда ни в чем не были согласны. И вместе с тем мы не могли расстаться. Мы без конца противоречили друг другу. Но ни один из нас не хотел бы, чтобы другой был иным, чем он есть. Игнацио Эммануил де Альтуна был одним из тех редких людей, которых рождает только Испания, но рождает слишком мало для своей славы. У него не было ни обузданных испанских страстей, обычных в его стране. Мысль о мести так же мало могла проникнуть в его ум, как желание отомстить не проникало в его сердце. Он был слишком горд, чтобы быть мстительным. И я часто слышал, как он говорил с большим хладнокровием, что ни один смертный не может оскорбить его душу. С женщинами он был галантен без нежности. Он играл с ними, как с красивыми детьми. Ему нравилось бывать среди любовниц его друзей. Но я никогда не видел, чтобы у него была возлюбленная. Не замечал в нем желания иметь ее. Огонь добродетели, пожиравший его сердце, ни разу не позволил вспыхнуть огню его чувственности. После своих путешествий он женился. Он умер молодым. Он оставил детей. И я уверен, как в самом себе, что его жена была первой и единственной, посвятившей его в радости любви. Наружно он был набожен, как испанец. Но внутри это было благочестие ангела. Не считая себя самого, я, с тех пор, как живу, не видел такого терпимого человека. Он никогда ни у кого не осведомлялся о религиозных взглядах. Кто его друг, еврей, протестант, турок, святоши, безбожник? Ему не было дела. Лишь бы это был честный человек. Упрямец, спорщик в вопросах, не связанных с религией, он, как только шла речь о ней, даже о нравственности, задумывался, умолкал или говорил просто «я отвечаю только за себя». Просто невероятно, как можно было сочетать такую возвышенную душу с таким педантичным, доходящим до мелочности умом. Он распределял и устанавливал заранее свой порядок дня по часам, четвертям и минутам, и придерживался этого расписания так тщательно, что если б урочный час пробил, когда он читал книгу, он закрыл бы ее, не дочитав начатой фразы. Из всех этих мер времени, строго распределенных, одни предназначались для такой-то науки, другие для другой, определенные часы отводились размышлению, беседе, церковной службе, локку, молитве по четкам, визитам, музыке, живописи, и ни удовольствия, ни искушения, ни любовь не могли нарушить этот порядок. Необходимость исполнить свой долг. Одна могла бы сделать это. Когда он сообщил мне свое расписание, чтобы я сообразовался с ним, я начал с того, что засмеялся, а окончил тем, что заплакал от восхищения. Никогда он никого не стеснял и сам не выносил стеснения. Он был резок с людьми, которые пытались стеснять его церемониалом вежливости. Он был вспыльчив, но не умел дуться. Я часто видел его в гневе, но никогда не видел сердитым. Ничто не могло сравниться с его весельем. Он понимал шутку и сам любил шутить. Он даже блистал в этом и отличался талантом в эпиграммах. Когда его раздражали, он становился бурным и шумным в речах, голос его был слышен издалека. Но пока он кричал, на лице его уже появлялась улыбка. И даже в порывах гнева у него срывалось какое-нибудь забавное словечко, заставлявшее всех расхохотаться. Он не отличался ни смуглым цветом лица, ни флегмой, присущими испанцам. Кожа у него была белая, щеки румяные, волосы каштановые, почти русые. Он был высок ростом и хорошо сложен. Тело его было создано так, чтобы вмещать его душу. Этот мудрец по сердцу, как и по уму, разбирался в людях и стал моим другом. В этом весь мой ответ всякому, кто мне не друг. Мы и так близко сошлись, что задумали прожить всю жизнь вместе. Я должен был через несколько лет отправиться в Аскойтию и поселиться там, в его поместье. Аскойтия — местность в провинции Мурсия, в Испании. Все подробности этого плана были обсуждены между нами накануне его отъезда. Помешало нам только то, что не зависит от людей даже при наилучше составленных планах. Последующие события — мои бедствия, его женитьба и, наконец, его смерть — разлучили нас навсегда. Можно подумать, что только черные умыслы злых людей удаются. Невинные же планы добрых почти никогда не получают осуществления. Испытав неудобство зависимости, я дал себе слово никогда не подвергаться ему. Видя, как рушились, едва зародившись, честолюбивые замыслы, внушенные мне обстоятельствами, думая с отвращением о том, чтобы снова вступить на поприще, так успешно начатое, из которого, тем не менее, я только что был устранен, я решил ни с кем себя не связывать, остаться независимым, применив к делу свои таланты, меру которых я начинал сознавать и о которых был до сих пор слишком скромного мнения. Я вновь принялся за работу над своей оперой, прерванную ради поездки в Венецию. И чтобы спокойнее отдаться ей, я после отъезда Дальтуны вернулся на свою прежнюю квартиру в гостинице Сен-Кентен. Она находилась неподалеку от Люксембургского сада в пустынном квартале, и в ней мне было удобнее работать, чем на шумной улице Сент-Оноре. Там ждало меня единственное настоящее утешение, какое небо дало мне изведать в своих несчастьях и которое одно дает мне силы их переносить. Это не мимолетное знакомство. Я должен подробнее остановиться на том, как оно возникло. В гостинице была новая хозяйка, уроженка Орлеана. Она взяла белошвейкой девушку из своих краев, лет двадцати двух-двадцати трех, и та обедала вместе с нами, как и хозяйка. Эта девушка, по имени Тереза Левассер, была из хорошей семьи. Отец ее служил чиновником монетного двора в Орлеане, мать занималась торговлей. Тереза Левассер, жена Руссо, родилась 29 сентября 1721 года в Орлеане, умерла 12 июля 1801 года в Плесси-де-Львилле, возле Эрменон-Вилле. У них было много детей. Так как в Орлеане перестали чеканить монету, отец оказался на улице. Мать, едва избежавшая банкротства, плохо справлялась со своими делами, бросила торговлю и переехала в Париж с мужем и дочерью, содержавшей всех троих своим трудом. В первый же раз, как я увидел эту девушку за столом, я был поражен ее скромными манерами и еще больше ее живым и кротким взглядом, подобного которому я никогда не встречал. За столом, кроме де Бонфона, сидело несколько хвастливых ирландских аббатов и других людей того же сорта. Наша хозяйка сама раньше видала виды. Только я говорил и вел себя там пристойно. К девушке стали приставать. Я за нее заступился. Тотчас же на меня посыпались сальности. Если бы даже у меня не было никакого влечения к этой бедной девушке, то сострадание и дух противоречия внушили бы мне его. Я всегда любил порядочность в обращении и разговоре, особенно с женщинами, я открыто стал ее защитником. Заметно было, что она оценит мою заботу, и ее взгляды, оживленные благодарностью, которую она не решалась выразить словами, становились от этого только еще трогательней. Она была очень застенчива, я тоже. Это общее нам свойство, казалось, отдаляло возможную связь. Однако она установилась очень быстро. Хозяйка, заметив это, пришла в бешенство, и грубости ее еще больше содействовали моему успеху у девушки. Не имея другой поддержки в доме, кроме меня, она огорчалась, когда я уходил, и с нетерпением ждала своего покровителя. Сходство наших сердец, соответствие наших характеров, скоро привели к обычному результату. Она решила, что нашла во мне порядочного человека и не ошиблась. Я решил, что нашел в ней девушку сердечную, простую, без кокетства, и тоже не ошибся. Я заранее объявил ей, что никогда не брошу ее, но и не женюсь на ней. Любовь, уважение, чистосердечная прямота были создателями моего торжества. И как раз потому, что сердце ее было нежно и чисто, я оказался счастлив, не проявляя предприимчивости. Ее опасения, как бы я не рассердился, не найдя в ней того, чего, по ее мнению, искал, отдаляло мое счастье более всего другого. Я видел, что она растеряна, смущена, что перед тем, как сдаться, она желает что-то высказать и не смеет объясниться. Не представляя себе настоящей причины ее смущения, я выдумал причину, совершенно ложную и оскорбительную для ее нравственности. Я решил, что она собирается предупредить меня об опасности, угрожающей моему здоровью, и отдался во власть сомнений, правда, не удержавших меня, но в течение нескольких дней отравлявших мое счастье. Так как мы не понимали друг друга, наши беседы по этому поводу были рядом загадок и обиняков, более чем смешных. Она готова была подумать, что я совсем сумасшедший, я же не знал, что думать о ней. Наконец мы объяснились. Она со слезами призналась мне в единственном проступке, совершенном в ранней молодости, в результате ее неопытности и ловкости соблазнителя. Как только я понял ее, я испустил радостный крик. «Девственность!» — воскрикнул я. «Искать ее в Париже у двадцатилетней девушки? Ах, моя Тереза, я слишком счастлив, что обладаю тобой, скромной, здоровой, и избежал того, чего боялся». Я искал сначала просто возможности развлечься. Я увидел, что достиг большего, нашел себе подругу. Немного привыкнув к этой превосходной девушке и поразмыслив о своем положении, я понял, что думал только о своем удовольствии, а встретил счастье. Мне нужно было взамен угасшего чистолюбия сильное чувство, которое наполнило бы мое сердце. Нужно было, если уж говорить до конца, найти преемницу маменьки. Раз мне не суждено было жить с ней, мне нужен был кто-нибудь, кто стал бы жить с ее воспитанником, и в ком бы я нашел простоту, сердечную покорность, которую она находила во мне. Надо было, чтобы от рада честной и домашней жизни вознаградила меня за отречение от помыслов о блестящей судьбе. Оставшись совсем один, я почувствовал пустоту в сердце. Но достаточно было другого сердца, чтобы наполнить его. Судьба отняла у меня и сделала чужим, отчасти, по крайней мере, то существо, ту женщину, для которой природа меня создала. С тех пор я был одинок, так как для меня никогда не существовало перехода между всем и ничем. В Терезе я нашел восполнение, в котором нуждался. Благодаря ей я прожил жизнь счастливо, насколько это возможно было по ходу обстоятельств. Сперва я решил развить ее ум. Напрасный труд. Ее ум таков, каким его создала природа. Культура и образование не прививаются к нему. Я не краснею признаться, что она никогда не умела хорошо читать, хотя пишет сносно. Когда я поселился на улице Невдептишан, в гостинице Поншартрен, против моих окон били часы, по которым я пытался больше месяца научить ее узнавать время. И теперь она с трудом узнает его. Она никогда не знала порядка, в котором следует название месяца в года, и не знает ни одной цифры, несмотря на все мои старания ознакомить ее с ними. Она не умеет считать деньги и совершенно ничему не знает цены. Слово, которое сходит у нее с языка в разговоре, часто противоположно тому, что она хочет сказать. Когда-то я составил словарь ее выражений, чтобы позабавить герцогиню люксембурскую, и смешные обмолвки Терезы прославились в домах, где я бывал. Но эта женщина, такая ограниченная и, если угодно, такая тупая, отличается величайшей сообразительностью в затруднительных случаях. Часто в Швейцарии, в Англии, во Франции, при постигавших меня катастрофах, она видела то, чего не видел я сам. Она давала мне наилучшие советы, она выручала меня из опасностей, в которые я слепо ввергался. И среди женщин самого высокого круга, среди вельмож и принцев, ее чувства, здравый смысл, ответы и поведение обеспечили ей всеобщее уважение, а мне похвалы, в искренности которых я не мог сомневаться. Возле любимых людей чувства питают и ум, и сердце, и мало испытываешь нужды искать мыслей на стороне. Я жил со своей Терезой так же хорошо, как жил бы с величайшим гением мира. Ее мать, гордившаяся тем, что когда-то воспитывалась у маркизи де Мон-Пи-По воображала себя женщиной тонкого ума, хотела руководить дочерью и нарушала своими ухищрениями простоту наших отношений. Досада на эту помеху заставила меня до некоторой степени превозмочь глупый стыд, мешавший мне показываться с Терезой на людях, и мы совершали вдвоем небольшие прогулки в поле и устраивали маленькие завтраки, восхитительные для меня. Я видел, что она искренне меня любит, и это удваивало мою нежность. Ее милая близость заменяла мне все. Будущее больше не интересовало меня или интересовало только как продолжение настоящего, и я желал только одного, чтобы оно было длительным. Эта привязанность сделала для меня всякое другое развлечение излишним и пустым. Я выходил из дому только для того, чтобы пойти к Терезе. Ее жилище стало почти моим. Такая замкнутая жизнь оказалась столь благоприятной для моей работы, что меньше чем в три месяца моя опера была закончена полностью, музыка и текст. Речь идет о галантных музах. Оставалось только доделать несколько аккомпанементов и соединительных пассажей. Эта ремесленная работа очень мне надоедала. Я предложил Филидору взять ее на себя, предоставив ему участие в доходе. Он приходил два раза и написал несколько пассажей в акте Овидия. Но Филидор не мог принудить себя к этой упорной работе ради отдаленной и даже ненадежной выгоды. Он больше не пришел, и я сам закончил свой труд. Акт в Париже ничего нельзя добиться живя замкнуто. Я рассчитывал на поддержку господина Де Ла Поплиньера, которому Гофкур, вернувшись из Женевы, ввел меня. Ла Поплиньер, главный откупщик, любитель музыки, его жена была в связи с герцогом Ришелье, ее влиянием объясняется перемена в отношении последнего к опере Руссо. Господин Де Ла Поплиньер был меценатом Рамо, госпожа Де Ла Поплиньер его послушной ученицей. Рамо, как говорится, делал хорошую и дурную погоду в этом доме. Полагая, что он с удовольствием окажет покровительство произведению одного из своих учеников, я решил показать ему свою оперу. Он не пожелал ознакомиться с ней, заявив, что не станет читать партитуру, так как это слишком его утомит. Ла Поплиньер сказал на это, что можно дать ему послушать ее, и предложил, что он пригласит музыкантов для исполнения отрывков. Лучшего я не мог желать. Рамо согласился, ворчая и беспрестанно повторяя, что нечего сказать. Хорошо должно быть произведение человека, не принадлежащего к цеху и научившегося музыке без посторонней помощи. Я поспешил выписать партии к пяти или шести избранным отрывкам. Мне дали десять оркестрантов и в качестве певцов Альбера, Берара и мадемуазель Бурбоне. С самой увертюры Рамо стал намекать своими преувеличенными похвалами, что эта вещь не может быть моей. Он не прослушал ни одного отрывка без признаков нетерпения. Но при одной арии контральто, напев который был мужествен и звучен, а аккомпанемент блестящ, он не мог сдержаться. Обратившись ко мне в грубом тоне возмутившим всех, он заявил, что часть того, что он только что прослушал, несомненно, произведение законченного мастера, а остальное сочинено невеждой, не имеющим понятия музыки. И действительно, мое произведение, неровное и написанное без правил, было то великолепно, то совсем бесцветно, каким неизбежно должно быть произведение человека, взмывающего ввысь порывами вдохновения, но не опирающегося на знание. Рамо не захотел видеть во мне ничего, кроме мелкого похитителя без таланта и вкуса. Присутствующие, в особенности хозяин дома, думали иначе. Господин де Ришелье, который в это время часто виделся с господином де Лапоплиньером и, как известно, с его супругой, услыхал о моем произведении и захотел прослушать его целиком, имея в виду поставить его при дворе, если оно ему понравится. Ришелье, герцог Арманде, 1696-1788, внучатый племянник знаменитого кардинала Ришелье, всевластного министра Людовика XIII, влиятельный придворный при Людовике XIV и Людовике XV, в то время к которому относятся повествования маршал Франции. Оно было исполнено за счет короля, при полном хоре и оркестре у господина Банваля, распорядителя придворных увеселений. Франкер дирижировал. Эффект был поразительный. Герцог, не переставая, выражал свое восхищение и аплодировал, а в конце хора в акте Тасса встал, подошел ко мне и, пожимая мне руку, сказал господин Руссо, это восхитительная гармония. Я никогда не слыхал ничего прекраснее. Я хочу поставить это произведение в Версале. Присутствовавшая при этом госпожа де ла Поплиньер не сказала ни слова. Рамо, хотя и был приглашен, не пожелал прийти. На следующий день госпожа Поплиньер, стараясь обесценить мою оперу в моих собственных глазах, сказала мне, что, хотя некоторая мишура сначала ослепила де Ришелье, он уже остыл, и она не советует мне рассчитывать на мою оперу. Герцог явился вскоре и заговорил со мной совсем иначе. Он сказал много лестного о моем таланте и, по-видимому, был по-прежнему склонен дать мою пьесу в присутствии короля. Только акт Тасса не может идти при дворе, сказал он, надо заменить его другим. По одному этому слову я заперся у себя и в три недели сочинил взамен Тасса другой акт, сюжетом которого был Гесиот, вдохновленный музой. Я ухитрился вставить в этот акт часть моих злоключений и намекнуть о зависти, которой Ромо удостоил мои таланты. В этом новом акте был менее величественный, но лучше выраженный подъем духа, чем в акте Тасса. Музыка его была столь же благородна и гораздо лучше написана. И если бы два другие акта не уступали первому, вся пьеса выдержала бы постановку с успехом. Но пока я работал над ее завершением, меня отвлекло новое предприятие. В зиму, последовавшую за битвой при Фонтенуа, было много празднеств в Версале. Между прочим, давалось несколько опер в театре Птит Экюри. Битва при Фонтенуа возле бельгийской деревни Фонтенуа 11 мая 1745 года произошло сражение между французскими и англо-австрийскими войсками, закончившиеся блестящей победой первых. Театр Птит Экюри помещался в одном из зданий, принадлежавших к Королевскому дворцу в Версале. В их числе была драма Вольтера, озаглавленная «Принцесса Наварская», музыку которой сочинил Ромо. Это произведение было только что изменено, переработано и получило новое название «Празднество Рамиры». «Принцесса Наварская» героическая комедия в стихах с прологом и дивертисментами. Текст Вольтера «Муза Карамо». Написано по случаю бракосочетания наследника французского престола с испанской инфантой. Была поставлена в Версале 23 февраля 1745 года. Новый сюжет требовал некоторых изменений в прежних дивертисментах, как в стихах, так и в музыке. Нужно было найти кого-нибудь, кто справился бы с этой двойной задачей. Так как Вольтер, находившийся тогда в Лотарингии, и Рамо были заняты в это время опера и храм славы и не могли уделить Рамире внимания, то Доришелье подумал обо мне и велел предложить мне взяться за нее, а чтобы я мог лучше разобраться, что нужно сделать, прислал мне отдельно стихи и ноты. Прежде всего, я решил не прикасаться к тексту иначе, как с согласия автора, и написал Вольтеру по этому поводу, как и подобало, очень вежливое, даже почтительное письмо. Вот его ответ, оригинал которого находится в связке А, номер один. 15 декабря 1745 года Милостивый Государь, Вы соединяете в себе два таланта, до сих пор всегда разъединенные. Вот уже у меня два основания, чтобы оценить и стремиться полюбить Вас. Мне досадно за Вас, что Вы собираетесь применить оба эти таланта к труду над произведением не слишком достойным этого. Несколько месяцев тому назад герцог де Ришелье решительно приказал мне набросать в мгновение ока ряд пустых и отрывочных сцен, которые нужно было приспособить к дивертисментам, составленным не для них. Я повиновался с величайшей точностью и выполнил работу очень быстро и очень плохо. Этот жалкий набросок я послал герцогу де Ришелье, рассчитывая, что он не воспользуется им или что я его исправлю. К счастью, он в Ваших руках, и Вы его полный хозяин. Мне же теперь совсем не до этого. Не сомневаюсь, что Вы исправите все ошибки, неизбежно проскользнувшие при столь поспешном составлении простого наброска и устраните все упущения. Вспоминаю, что между прочими несуразностями в этих сценах, связывающих дивертисмент, не сказано, каким образом принцесса Гренадина внезапно попадает из тюрьмы в сад и во дворец. Так как празднество в ее честь устраивает не волшебник, а испанский вельможа, мне кажется, ничто не должно происходить по волшебству. Прошу Вас, сударь, не откажитесь еще раз взглянуть на это место. У меня сохранилось о нем только смутное представление. Поглядите, не нужно ли, чтобы тюрьма открылась и нашу принцессу перевели из этой тюрьмы в прекрасный, золоченый и блестящий дворец, приготовленный для нее. Я очень хорошо знаю, что все это ничтожно и что недостойно существа мыслящего превращать в серьезное дело такие пустяки, но, в конце концов, если задача в том, чтобы вызвать как можно меньше недовольства, то нужно вложить как можно больше ума даже в плохой оперный дивертисмент. Я во всем полагаюсь на Вас и на господина Баллода и рассчитываю скоро иметь честь принести Вам свою благодарность и заверить Вас, милостивый государь, что я пребываю и так далее. Пусть не удивляются чрезвычайной вежливости этого письма по сравнению с другими неучтивыми письмами, которые Вольтер писал мне потом. Он думал, что я пользуюсь особой благосклонностью герцога Де Решелье, и его всем известная придворная изворотливость побуждала его считаться с новой фигурой, пока он не узнает меру ее влияния. Получив разрешение господина Де Вольтера и освобожденный от всякой необходимости считаться с Ромо, искавшим только случая повредить мне. Я приступил к делу, и в два месяца работа моя была окончена. Что касается стихов, она свелась к очень немногому. Я старался только, чтобы была незаметна разница в их стиле, и я имел смелость полагать, что мне это удалось. Работа над музыкой была более длительной и более тяжелой. Помимо того, что мне пришлось сочинить несколько украшающих частей, между прочим, увертюру, весь речтатив, который был мне поручен, оказался необычайно трудным. Нужно было связать, часто при помощи немногих стихов и очень быстрых переходов, симфонии и хоры весьма отдаленных тональностей. Не желая, чтобы Ромо обвинил меня в искажении его арий, я решил не изменять и не транспонировать ни одной из них. Речтатив мне удался. Он был выразителен, полон энергии и в особенности превосходно модулирован. Мысль о двух великих людях, которым меня удостоили присоединить, возвысила мой талант, и могу сказать, что в этой неблагодарной и неприносящей славы работе, о которой публика даже не могла быть осведомлена, я держался почти на уровне своих образцов. Пьесу в том виде, какой я придал ей, репетировали в большой опере. Из трех авторов присутствовал я один. Вольтер был в отъезде, а Ромо не явился или спрятался. Слова первого монолога были очень мрачны. Вот его начало. Прерве смерть, несчастье этой жизни. Музыку поневоле пришлось писать соответствующую. Однако именно на этом госпожа де ла Поплиньер основала свою критику, обвиняя меня с большой едкостью в том, что я сочинил похоронную музыку. Господин Дерешелье благоразумно начал с того, что осведомился, кому принадлежат стихи монолога. Я подал ему рукопись, присланную им мне и удостоверявшую, что стихи принадлежат Вольтеру. В таком случае, сказал он, только Вольтер виноват. Во время репетиции все, что было сочинено мной, было осуждено госпожой де ла Поплиньер и оправдано господином Дерешелье. Но в конце концов я имел дело со слишком сильным противником, и мне было заявлено, что нужно изменить в моей работе несколько мест, и относительно них мне следует посоветоваться с господином Ромо. Удрученный таким заключением, вместо ожидаемых похвал, которые, конечно, были мной вполне заслужены, я вернулся домой с растерзанным сердцем. Разбитый усталостью, снедаемый скорбью, я заболел и шесть недель не мог выходить из дому. Ромо, которому были поручены переделки, намеченные госпожой де ла Поплиньер, прислал ко мне за увертюрой к моей большой опере, чтобы заменить ею только что написанную. К счастью, я учуял подвох и отказал. Так как оставалось всего пять или шесть дней до представления, он не успел сочинить новую увертюру и пришлось оставить мою. Она была написана в итальянской манере, в стиле совсем новом в те времена во Франции. Тем не менее, она пришлась по вкусу, и я узнал о де Вальмалетто, который был дворецким короля и зятем де Мюссара, моего родственника и друга, что любители остались очень довольны моим произведением, и публика не отличила его от произведений Ромо. Однако последний, в согласии с госпожой де ля Поплиньер, принял меры к тому, чтобы осталось неизвестным даже то, что я работал над ним. На либретто, раздаваемых зрителям, где всегда указываются авторы, назван был только Вольтер. Ромо предпочел, чтобы его имя было вычеркнуто, лишь бы рядом не стояло мое. Как только я получил возможность выходить из дому, я решил отправиться к господину де Решелье. Время было упущено. Он только что уехал в Дюнкерк, где должен был руководить посадкой войск, отправляемых в Шотландию. Имеется в виду один из эпизодов войны за австрийское наследство, а именно неудачная попытка восстановить на троне Англии законного наследника из дома стюартов, проживавшего тогда во Франции. По его возвращении, я, чтобы оправдать свою лень, убедил себя, что теперь слишком поздно. Так как с тех пор я больше не видел его, я лишился почета, который заслужил своим произведением, и гонорара, который оно должно было мне доставить. И мое время, мой труд, мое огорчение, моя болезнь и деньги, все пропало даром, не дав мне ни единого судохода, или, вернее, возмещения. Мне, однако, всегда казалось, что господин Ришелье искренне чувствовал расположение ко мне и был выгодного мнения о моих дарованиях. Но моя несчастная судьба и госпожа де ля Поплиньер уничтожили все значение его добрых намерений. Я не мог понять недоброжелательство этой женщины, которой старался понравиться и за которой довольно усердно ухаживал. Говкур объяснил мне причины. Во-первых, сказал он, ее дружба с Ромо, которому она поклоняется, ненавидя при этом его возможных соперников. Кроме того, вы женевец, а такого преступления она вам никогда не простит. И тут он рассказал мне, что Аббат Юбер, тоже женевец и преданный друг господина де ля Поплиньера, старался удержать его от женитьбы на этой женщине, которую он хорошо знал. За это после свадьбы она воспылала непримиримой ненавистью к нему и ко всем женевцам. «Хотя Ля Поплиньер хорошо к вам относится», прибавил он, «но, насколько я знаю его, не рассчитывайте на его поддержку. Он влюблен в свою жену. Она ненавидит вас. Она злая, она ловкая. Вы никогда ничего не достигнете в этом доме». Я принял эти слова к сведению. Тот же самый Говкур оказал мне приблизительно в то же время услугу, в которой я очень нуждался. Только что умер мой добродетельный отец в возрасте около шестидесяти лет. Исаак Руссо умер в возрасте семидесяти пяти лет. Я перенес эту утрату легче, чем это было бы в другое время, когда трудности моего положения менее поглощали меня. Я не хотел требовать при жизни отца своей доли состояния моей матери, приносившего ему маленький доход. Теперь, после его смерти, у меня уже не было причин стесняться в этом вопросе. Но отсутствие юридического доказательства смерти моего брата составляло затруднения, которые Говкур взялся устранить и действительно устранил при содействии адвоката де Люльма. Так как у меня была самая крайняя нужда в этом маленьком источнике дохода, а получение его было сомнительно, я ожидал решительного известия с живейшей тревогой. Однажды вечером, вернувшись домой, я нашел письмо, в котором должно было содержаться это известие. Я схватил письмо, торопясь распечатать его, дрожа от нетерпения, которого сам устыдился. Что это, сказал я себе с презрением, неужели Жан-Жак позволит до такой степени покорить себя корысти и любопытству? Я тотчас же положил письмо обратно на камин, разделся и спокойно лег в постель. Я спал лучше, чем обычно и встал на другой день довольно поздно, не думая больше о письме. Одеваясь, я увидел его. Я вскрыл его неспеша и нашел в нем вексель. Я пережил сразу много радостей, но могу поклясться, что самой сильной была та, что я сумел одержать победу над собой. Я мог бы привести двадцать подобных же случаев в своей жизни, но мне надо торопиться, чтобы иметь возможность обо всем рассказать. Я послал небольшую часть полученных мною денег моей бедной маменьки, сожалея до слез о том счастливом времени, когда я положил бы всю сумму к ее ногам. Она писала мне, и каждое письмо выдавало ее бедственное положение. Она присылала мне груды рецептов и секретов, настаивая, чтобы я при помощи их составил состояние себе и ей. Сознание своей нищеты уже сжимало ей сердце и суживало ум. То немногое, что я ей послал, стало добычей осаждавших ее мошенников. Она не воспользовалась ничем. Это отбило у меня охоту делиться необходимым с какими-то негодяями, в особенности после того, как я сделал бесплодную попытку вырвать ее из их рук, о чем будет сказано ниже. Время текло, а с ним и деньги. Нас было двое, даже четверо, или, вернее, сказать, нас было семь или восемь человек. Ведь если Тереза отличалась редким бескорыстием, ее мать была не такова. Как только она поправила свои обстоятельства благодаря моим заботам, она выписала всю семью, чтобы разделить плоды этих забот. Сестры, сыновья, дочери, внучки все явились, кроме ее старшей дочери, которая была замужем за смотрителем станции почтовых карет в Анжере. Все, что я делал для Терезы, обращалось ее матерью в пользу этих голодных. Так как я имел дело не с жадной женщиной и не был охвачен безрассудной страстью, я не делал безумных трат. Довольствуясь тем, что содержу Терезу прилично, но без роскоши, избавив ее от острой нужды, я соглашался, чтобы то, что она зарабатывала своим трудом, шло целиком в пользу ее матери и не ограничивался только этим. Но по воле преследовавшей меня судьбы, в то время как маменька была жертвой окружавших ее проходимцев, Тереза была жертвой своей семьи. И сколько бы я не делал для дочери и для матери, сами они не пользовались тем, что я для них предназначал. Было странно, что младшая из дочерей госпожи Левессер, единственная не получившая приданого, оказалась кормилицей отца и матери. И после того, как ее в детстве били братья, сестры, даже племянницы, они теперь обирали бедную девушку, а она также плохо умела оградить себя от их воровства, как от их побоев. Только одна из ее племянниц, Готон-Людюк, была довольно славная и довольно кроткого нрава, хотя испорченная примером и внушениями других. Я часто видел ее вместе с Терезой и стал называть их так, как они называли друг друга, племянницу племянницей, а тетку теткой. Обе называли меня дядей. Отсюда имя тетя, которым я всегда называл Терезу и которые мои друзья повторяли иногда в шутку. Ясно, что мне нельзя было терять ни минуты в поисках выхода из создавшегося положения. Полагая, что господин Дерешелье меня забыл и больше не надеясь на покровительство двора, я сделал несколько попыток поставить в Париже свою оперу, но встретил трудности, требовавшие много времени для преодоления, а мне с каждым днем приходилось все больше и больше торопиться. Я рискнул предложить свою маленькую комедию Нарцисс итальянскому театру. Она была там принята, и я получил туда бесплатный вход, что доставило мне громадное удовольствие, но это было все. Я никак не мог добиться постановки своей пьесы и, наскучив ухаживанием за актерами, плюнул на них. Я прибег наконец к последнему оставшемуся у меня средству, единственному, к которому должен был бы прибегнуть. Навещая семью господина Даля Попленьера, я отдалился от семьи господина Дюпена. Обе дамы, хоть и родственницы, не ладили друг с другом и не встречались. Между двумя семьями не было никакого общения, и только Тьерио уживался и тут и там. Ему было дано поручение постараться вернуть меня к Дюпену. Дефранкей занимался тогда естественной историей и химией и устраивал научный кабинет. Мне кажется, он стремился попасть в Академию наук, хотел написать книгу для этого и считал, что я могу быть ему полезен в этой работе. Госпожа Дюпен, тоже задумавшая написать книгу, имела на меня почти такие же виды. Обоим хотелось иметь в моем лице нечто вроде секретаря. В этом и была цель увещаний Тьерио. Я предварительно потребовал, чтобы Франкей воспользовался своим влиянием и влиянием Джолиотте для того, чтобы мою пьесу начали репетировать в опере. Джолиот один из знаменитых в то время теноров французской оперы. Он на это согласился. Галантные музы были репетированы несколько раз в реквизитной большой опере, потом в самом театре. На генеральной репетиции было много народа, и некоторые отрывки вызвали шумные аплодисменты. Однако я сам понял во время исполнения, которым очень плохо дирижировал Ребель, что пьеса не пройдет и даже не может быть поставлена без больших исправлений. Ребель Жан Ферри придворный композитор Людовика XV и дирижер французской оперы, автор оперы Улисс и Пенелопа. Я взял ее обратно, не говоря ни слова и не подвергая себя отказу. Но я видел ясно по многим признакам, что мое произведение, будь оно безупречно, все равно не прошло бы. Господин Франкей обещал мне, правда, что его будут репетировать, но не обещал, что оно будет принято. Он точно сдержал свое слово. Мне всегда казалось и в этом, и во многих других случаях, что ни он, ни госпожа Дюпен и не думали помочь мне приобрести некоторую известность в обществе. Может быть, оба опасались, как бы не заподозрили, увидев их книги, что они привили мои таланты к своим? Но госпожа Дюпен всегда считала мои дарования весьма посредственными и пользовалась моими услугами лишь для писания под ее диктовку или для чисто ученых изысканий, и этот упрек, особенно по ее адресу, был бы очень несправедлив. Эта последняя неудача окончательно лишила меня мужества. Я оставил всякую надежду на продвижение и славу, и, не думая больше о своих подлинных или мнимых талантах, от которых мне было так мало проку, решил посвятить все свое время и свои усилия на то, чтобы обеспечить существование самому себе и своей Терезе любой работой, какую вздумают предложить мне те, кто согласится оказать мне поддержку. И так я совсем связал себя с госпожой Дюпен и господином Франкеем. Это не дало мне большого богатства. В течение первых двух лет я получал 800-900 франков. Мне едва хватало на самое необходимое, так как я был вынужден жить неподалеку от госпожи Дюпен в меблированных комнатах в довольно дорогом районе и оплачивать другое помещение на краю Парижа в самом конце улицы Сен-Жак, куда при любой погоде я ходил ужинать почти каждый вечер. Я скоро втянулся и даже вошел во вкус своих новых занятий. Я пристрастился к химии, прослушал вместе с Франкеем несколько лекций у Руэля, и мы принялись марать бумагу, как Бог на душу положит, составляя книгу по предмету, из которого усвоили лишь начатки. В 1747 году мы отправились на осень в Турень, в замок Шенонсо, величественное здание на Шерри, построенное Генрихом II для Дианы де Пуатье, чьи вензеля еще видны на нем, и ныне принадлежащие господину Дюпену, главному откупщику. Замок Шенонсо на реке Шерри в Турене в действительности был построен раньше, при французском короле Франциске I. Генрих II выстроил для своей любовницы Дианы де Пуатье замок Ане близ реки Р. В этом прекрасном жилище жилось очень весело. Там был отличный стол, и я разжирел как монах. Много занимались музыкой. Я сочинил несколько трио для пения, полных довольно выдержанной гармонии, о которых я, может быть, еще буду говорить в приложении, если когда-нибудь напишу его. Ставили комедии. Я сочинил в две недели трехактную комедию под названием «Смелая затея». Комедия Руссо, написанная в 1747 году и поставленная в 1748 году в Шевретте. Руссо ценил ее за веселость, а также за легкость, с которой она была написана. ее найдут среди моих бумаг. В ней нет других достоинств, кроме того, что она очень веселая. Я сочинил и несколько других маленьких произведений, между прочим, стихотворение «Аллея Сильвии», по названию одной из аллей парка, тянувшегося вдоль берега Шера. «Аллея Сильвии», стихотворение Руссо, содержащее пространное рассуждение о тщете философии и преимуществах простой жизни в согласии с природой. И все это не прерывало ни моей работы по химии, ни работы у госпожи Дюпен. Пока я толстел в Шенонсо, моя бедная Тереза толстела в Париже на другой лад. И когда я туда вернулся, то оказалось, что работа, которую я вложил в станок, ближе к завершению, чем я ожидал. Это поставило бы меня, ввиду моих обстоятельств, в безвыходное положение, если бы мои соседи по столу не указали мне единственное средство, которое могло меня выручить. Вот одно из тех важных признаний, которые я не могу делать вполне непринужденно, так как, комментируя их, мне пришлось бы либо оправдываться, либо клеймить себя, а здесь я не должен делать ни того, ни другого. Во время пребывания Альтуны в Париже, вместо того, чтобы обедать в трактире, мы столовались обыкновенно по соседству, почти против в тупика оперы у некоей госпожи Лассель, жены Портнова. Кормила она довольно плохо, но стол ее, тем не менее, привлекал многих из-за хорошей и дружной компании, собиравшейся в ее доме, потому что туда не допускали ни одного незнакомого, и нужно было быть представленным кем-нибудь из тех, кто там обыкновенно столовался. Командор де Гравиль, старый Кутила, благовоспитанный и остроумный, но любитель непристойностей, жил здесь и привлекал сюда легкомысленную и блестящую молодежь из офицеров гвардии и мушкетеров. Командор де Нонан, кавалер всех распутниц оперы, ежедневно приносил сюда все новости этого притона. Дюплесси, подполковник в отставке, добрый и умный старик, и Анселе, офицер мушкетерского полка, поддерживали здесь известный порядок среди молодежи. Этому Анселе я преподнес маленькую комедию в свойственном мне духе под названием «Военнопленные», которую сочинил после разгрома французов в Баварии и Богемии и которую никогда не осмеливался признать своей или показать кому-либо по той странной причине, что никогда по адресу короля Франции и французов не было высказано более искренних похвал, чем в этой пьесе, а я, отъявленный республиканец и франдер, не решался признать себя панигеристом народа, все принципы которого противоречили моим. Более удрученный несчастьями Франции, чем сами французы, я боялся, чтобы не сочли лестью и низкопоклонством выражение искренней привязанности, возникновения и причину которой я указал в первой части книга пятая и которую стыдился обнаружить. Примечание Руссо. Военнопленная комедия Руссо, написанная в 1743 году после военных неудач Франции в войне за австрийское наследство. Любовь военнопленного французского офицера к дочери венгерского дворянина торжествует здесь над предрассудками национальной розни. Разгром французов в Баварии и Богемии эпизоды войны за австрийское наследство. Приходили сюда также коммерсанты, финансисты, поставщики провианта, люди воспитанные, порядочные из тех, что выделялись в своей среде. Дебес, Дефоркат и другие, чьи имена я забыл. Короче говоря, здесь бывали приличные люди всех сословий, кроме аббатов и судейских, которых я здесь никогда не видал. было условлено не вводить их сюда. Словом, общество было довольно многочисленное, очень веселое, но без шумливости. Там часто дурачились, но без грубости. Старый командор, несмотря на свои по существу сальные рассказы, всегда соблюдал старинную придворную учтивость и, если говорил непристойности, то в такой шутливой форме, что даже женщины простили бы его. Он задавал тон всему столу. Все эти молодые люди рассказывали о своих любовных проказах столь же вольно, сколь и изящно. Рассказов о женщинах легкого поведения было тем больше, что на улице, по которой нужно было проходить госпоже Лассель, был магазин Дюша, знаменитой модистки, где работали очень хорошие девушки, с которыми наши кавалеры заходили побеседовать до или после обеда. Я развлекался бы там, как и другие, будь у меня больше смелости. Нужно было только войти, как они, но я никогда не решался. Довольно часто обедал я у госпожи Лассель и после отъезда Альтуны. Я узнал там тьму очень забавных анекдотов, а также усвоил мало помалу нет, слава Богу, отнюдь не нравы, но житейские принципы, которые, как я видел, установились в этой среде. Люди честные, но сбившиеся с пути, обманутые мужья, соблазненные женщины, тайные роды были там самыми обычными темами разговоров. И тот, кто больше других увеличивал население воспитательного дома, всегда встречал наибольшее одобрение. Я поддался этому. Я согласовал свой образ мыслей с тем, который, как я видел, господствует среди очень милых и, в сущности, очень порядочных людей. И я сказал себе, раз таков обычай страны, то, живя в ней, можно следовать ему. Вот выход, которого я искал. Я смело решился на него без малейших угрызений совести. Мне оставалось только победить сомнение Терезы, и я с огромным трудом заставил ее согласиться на это единственное средство спасти ее честь. мать. Когда ее мать, больше всего боявшаяся новой возни с ребятами, пришла мне на помощь, она сдалась. Выбрали осторожную и надежную акушерку некую мадемуазель Гуань, жившую в конце улицы святого Евстафия, чтобы доверить ей это дело. И когда пришло время, мать отвела Терезу к мадемуазель Гуань для родов. Я навещал ее там несколько раз и отнес ей метку, нарисованную мною в двух экземплярах на кусках картона. Один из них был положен в пеленке младенца и акушерка сдала ребенка в контору воспитательного дома в обычном порядке. На следующий год тоже затруднение. И тот же выход, кроме метки, о которой не позаботились. Больше никаких размышлений с моей стороны. Никаких возражений со стороны матери. Она подчинилась, горько вздыхая. В дальнейшем будет видно, какое пагубное влияние имели эти поступки на мой образ мыслей и мою судьбу. Пока будем держаться этой ранней эпохи. Ее последствия столь же мучительные, сколь непредвиденные, заставят меня слишком часто к ней возвращаться. Отмечаю здесь первое свое знакомство с госпожой де Пене, имя которой будет часто упоминаться в этих воспоминаниях. Ее девичья фамилия была Десклавель, и она только что вышла замуж за господина де Пене, сына де Лалиф де Бельгарде, главного откупщика. Госпожа де Пене, 1726-1783, французская писательница, оставившая мемуары, в которых содержится, между прочим, повествование о ее отношениях с Руссо и о ссоре с ним, во многом отличное от того освещения, которое эта ссора получила в исповеди. О поведении в этой ссоре гримма, являвшегося фактически мужем госпожи де Пене, и обо всем этом эпизоде, сыгравшем большую роль в жизни Руссо, в особенности в связи с его отношением к госпоже Дудето, смотри книгу «Девятую исповеди», существует целая литература. Официальный муж госпожи де Пене, также фигурирующий в исповеди, был богатый человек, сын главного откупщика. Ее муж был музыкантом, подобно Франкею. Она тоже была музыкантша, и страсть к этому искусству установила между этими тремя лицами тесную близость. Де Франкей ввел меня к госпоже де Пене. Я ужинал иногда у нее вместе с ним. Она была приветлива, умна, даровита. Это было во всяком случае приятное знакомство. Но у нее была подруга, некая мудмазель Д'Этт. Она слыла злой женщиной. Ее любовник, шевалье де Валори, тоже не отличался добротой. Мне кажется, что общение с этими двумя лицами принесло вред госпоже де Пене от природы, наделенной превосходными качествами, которые смягчали или искупали ошибки ее требовательного темперамента. Франкей сообщил ей часть дружеского чувства, какое он питал ко мне, и признался мне в своей связи с ней. Я не решился бы говорить здесь об этой связи, если б она не стала общеизвестной настолько, что не осталось скрытой от самого господина де Пене. Де Франкей даже сделал мне относительно этой дамы довольно странные признания. Сама она никогда их не делала и даже не знала, что я посвящен в ее тайны, так как я никогда в жизни не вымолвил и не вымолвлю о них ни слова ни ей, никому бы то ни было. Доверие, оказанное мне той и другой стороной, поставило меня в очень затруднительное положение, особенно по отношению к госпоже де Франкей. Она достаточно знала меня и доверяла мне, хоть я и был связан с ее соперницей. Я утешал как мог эту бедную женщину. Муж не платил ей той любовью, какую она питала к нему. Я выслушивал порознь этих трех лиц, но хранил их тайны с величайшей верностью. Ни один из троих не мог никогда вырвать у меня тайну двух других. При этом я не скрывал от каждой из этих двух женщин своей привязанности к ее сопернице. Госпожа де Франкей, желавшая воспользоваться моей дружбой для многого, получала решительные отказы. А когда госпожа де Пене как-то захотела передать через меня письмо Франкею, она не только получила такой же отказ, но еще очень определенное заявление, что если она желает навсегда изгнать меня из своего дома, ей стоит только сделать мне вторично такое же предложение. Нужно отдать справедливость госпоже де Пене. Этот поступок не только не вызвал ее неудовольствия, но она рассказала о нем Франкею с похвалой и продолжала принимать меня ничуть не хуже. Таким-то образом, при напряженных отношениях этих трех лиц, которых я должен был щадить, от которых до известной степени зависел и к которым был привязан, я сохранил до конца их дружбу, уважение и доверие благодаря тому, что держал себя мягко и услужливо, но всегда с прямотой твердостью. Несмотря на мою глупость и неловкость, госпожа Де Пене хотела привлечь меня к развлечениям в Шевретте, замке близ Сен-Дени, принадлежавшем Дебельгарду. Там был театр, где часто устраивались спектакли. Мне поручили роль, которую я учил шесть месяцев непрерывно, но на спектакле пришлось ее суфлировать мне от начала до конца. После этого опыта мне уже больше не предлагали ролей. Познакомившись с госпожой Де Пене, я познакомился также с ее невесткой, мадемуазель Дебельгард, которая вскоре стала графиней Дуде Дуде То. Графиня Дуде То, Софи Элизабет, 1730-1813, невестка госпожи Де Пене, предмет глубокого увлечения Руссо, послужила прототипом образа Юлии в Новой Элоизе. В первый раз я видел ее перед самой ее свадьбой. Она долго беседовала со мной с обаятельной простотой, так свойственной ей. Я нашел ее очень милой, но был далеко от мысли, что эта молодая особа однажды определит мою судьбу и увлечет меня, хотя и без всякой своей вины, в бездну, в которой я теперь нахожусь. Хотя со времени моего возвращения из Венеции я еще не упоминал о Дидро, а также о своем друге Рогене, однако я не забыл ни того, ни другого и день от дня все больше и больше сходился с ними, особенно с первым. У него была Нанетта, как у меня Тереза, еще одна черта сходства между нами. Нанетта, жена Дидро, урожденная Анетта Шампион, когда Дидро познакомился с ней в 1743 году, она жила с матерью вдовой, занимавшейся шитьем белья. Но разница была в том, что у моей Терезы, столь же миловидной, как и его Нанетта, был кроткий нрав и уступчивый характер, созданный для того, чтобы привязать порядочного человека, между тем, как подруга Дидро, сварливая и злоязычная женщина, не проявляла себя в глазах посторонних ничем, что могло бы искупить ее дурное воспитание. Тем не менее, Дидро на ней женился. Это был очень хороший поступок, если он обещал это сделать. Я же, не обещав ничего подобного, не спешил подражать ему. Я близко сошелся также с Саббатом де Кандильяком. Как и я, он ничего не представлял собою в литературе, но создан был для того, чтобы стать тем, чем стал теперь. Я первый, может быть, увидел его одаренность и оценил его по достоинству. Ему, кажется, тоже было приятно мое общество, и в ту пору, когда я, запершись у себя в комнате на улице Жан-Сен-Дени близ оперы, писал акт о Гесиоде, он нередко приходил пообедать вдвоем со мной в складчину. Он работал тогда над опытом о происхождении человеческих знаний своим первым трудом. Сочинение Кандильяка 1746 год, написанное под влиянием опыта о человеческом разуме английского философа-сенсуалиста Локко. Все самые сложные идеи выводятся здесь из чувственного восприятия. Возможность врожденных идей отвергается. Когда этот труд был закончен, возникла тяжелая задача найти издателя, который взял бы на себя его опубликование. Парижские книгопродавцы, заносчивы и грубы со всяким начинающим, а метафизика была тогда не в моде и не представляла собой особенно привлекательного предмета. Слово метафизика употреблялось в XVIII веке для обозначения умозрительной, преимущественно идеалистической философии, к которой Руссо относил и труд Кандильяка. Я рассказал Дидро о Кандильяке и его труде. Познакомил их. Они были созданы для того, чтобы сойтись, они сошлись. Дидро уговорил книгоиздателя Дюрана взять рукопись Аббата, и этот великий метафизик получил за свою первую книгу и то почти из снисхождения сто Экью, которых, может быть, не имел бы без меня. Так как мы жили в очень отдаленных друг от друга кварталах, то собирались все трое раз в неделю в Пале-Рояле и отправлялись вместе обедать в гостиницу Панье-Флери. По-видимому, эти еженедельные обеды очень нравились Дидро, потому что он почти никогда не являвшийся на назначенные свидания не пропустил ни одной из этих встреч. Там у меня возник проект периодического листка под названием «Зубоскал», который мы должны были составлять по очереди Дидро и я. Я набросал первый номер, и это познакомило меня с Даламбером, которому Дидро говорил о нашем замысле. Непредвиденные обстоятельства помешали нам, и проект так и не был осуществлен. Даламбер Жан Лерон 1717-1783 философ, основавший вместе с Дидро энциклопедию. Это грандиозное издание, программа которого была блестяще начертана Даламбером совместно с Дидро во вступительном рассуждении, явилось ярким памятником нового буржуазного мировоззрения накануне первой французской буржуазной революции и боевым оружием философов-просветителей в их борьбе против феодальной идеологии. Энциклопедия выходила в 1751-65 годах с перерывами, которые были вызваны правительственными преследованиями. Даламбер в качестве редактора первых семи томов энциклопедии сумел совместно с Дидро объединить вокруг этого издания все передовые умы Франции того времени, в том числе и Руссо, и привлек к мировоззрению энциклопедистов внимание прогрессивной общественности во всех странах. Два этих писателя только что предприняли составление энциклопедического словаря, который сперва должен был быть чем-то вроде перевода Чемберса, похожего на перевод медицинского словаря Джемса, только что законченного Дидро. Знаменитая энциклопедия французских просветителей возникла как развитие другого, более скромного предприятия, а именно затеянного книгопродавцем Лебретоном издания перевода английской энциклопедии Чемберса, вышедшей в 1728 году. Дело это долго не ладилось по техническим причинам. Наконец, Лебретон пригласил в качестве редакторов Даламбера и Дидро, которые и развернули совершенно иной план создания энциклопедии, не только отвечавшей на зревшие потребности в обобщающем своде знаний, но и способной служить идеологическим плацдармом в борьбе за новое, революционное для того времени мировоззрение. Медицинский словарь Джемса был переведен Дидро в 1746 году. Последний захотел, чтобы я принял хоть какое-нибудь участие в этом втором начинании и предложил мне отдел музыки, на что я согласился и написал статьи для этого отдела наспех и очень плохо в те три месяца, которые он мне дал, как всем авторам, привлеченным к этому изданию. Но только я один представил работу в назначенный срок. Я передал Дидро свою рукпись, переписанную начисто одним из лакеев господина де Франкея Дюпоном, обладавшим очень хорошим почерком. За переписку я заплатил десять экю из своего кармана, которые никогда не были мне возмещены. Дидро обещал мне от имени книгопродавцев вознаграждение, однако ни он больше не заговаривал со мной об этом, ни я с ним. Издание энциклопедии было прервано его арестом. Философские мысли навлекли на него некоторые неприятности, не имевшие последствий. Иначе вышло с его письмом о слепых, не содержавшим ничего предосудительного, кроме некоторых личных намеков, обидевших госпожу Дюпре де Сен-Мор и господина Дерио Мюра, за что он был посажен в Венцентскую башню. Философские мысли одно из ранних сочинений Дюдро 1746 год, в котором он занял позицию, близкую к материализму. Письмо о слепых опубликовано Дюдро в 1749 году. Это сочинение, в котором Дюдро занимает отчетливо материалистическую позицию, было написано в связи с нашумевшей в то время операцией, произведенной ученым Реомюром над одним слепорожденным. Дидро рассчитывал, что Реомюр даст ему возможность наблюдать действия света на пациента, но Реомюр не допустил на операцию никого, кроме одной знатной дамы, госпожи Дюпре де Сен-Мор, пожелавшей во что бы то ни стало на ней присутствовать. Этой даме он не мог отказать, так как нуждался в ее покровительстве. В своем сочинении Дидро жалеет ученого, отказывающего людям, которые понимают значение его опыта и вынужденного уступить настоянием особы, не имеющей никакого отношения к науке. За этот выпад Дидро поплатился трехмесячным заключением в Винсентской тюрьме. Дама была в очень хороших отношениях с министром полиции. Разумеется, обида этой особы была лишь поводом для ареста Дидро, который давно был на примете у властей, как опасный вольнодумец. Винсентская башня, Винсентская крепость возле Парижа, построенная в XII веке и бывшая в свое время резиденцией французских королей, в эпоху Руссо служила тюрьмой для политических заключенных. Невозможно передать, как огорчила меня эта беда, постигшая моего друга. Мое мрачное воображение, которое всегда делает плохое еще худшим, закипело. Мне казалось, что он останется там до конца своих дней. Голова у меня пошла кругом. Я написал госпоже де Помпадур, умоляя ее настоять на освобождение Дидро или добиться, чтобы меня заключили вместе с ним. Я не получил никакого ответа на свое письмо. Оно было слишком неблагоразумно, чтобы оказать действие. И я не обольщаю себя мыслью, что условия заключения бедного Дидро были в скором времени смягчены именно из-за моего вмешательства. Госпожа де Помпадур, 1721-1764, всесильная фаворитка Людовика XV. Но если бы это заключение продлилось еще с той же строгостью, мне кажется, я умер бы от отчаяния у подножия этой злосчастной башни. Впрочем, если мое письмо принесло мало пользы, то я и не ставил его себе в большую заслугу, так как говорил об этом письме очень немногим и никогда не рассказывал о нем самому Дидро. Впрочем,